Народная славянская радио Продолжаем разговор В эфире Народная славянская радио Поехали! Продолжаем разговор Продолжаем разговор На Народном славянском радио Напомню, что сегодня у нас 5 октября 2016 года Среда по одному из современных календарей По одному из старинных 15 день месяца божественного начала 7525 лета Осьмится Загадки, лунные домыслы и факты Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира Автор соведущий Вадим Чернобров И вот кто тут у нас написал что-то Давайте сейчас попробуем разобраться По поводу Васи Ну вот как-то так Его зовут Василий Сегодня день учителя Ну ты Василий Сегодня день растений То есть такие варианты Как-то пока я не вижу Так, 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 так Нет Нет, тут ничего Так, эфира Кратер Вася Чубукин Вальдимир Азматич К сожалению Тоже нет Он Это Этот Вася Ни при чем Нет, как-то вот Не получили мы ответа Ну Да, к сожалению Имя этого Василия Имя отчества Василий Дмитриевич Еще многие поколения Его знают Как Василий Дед Но истинное Конечно название Истинная его фамилия Сейчас я думаю Что многие скажут Ну, конечно Я это знаю Этого человека Его не могут не знать Это Человек Огромная Знаменитость Василий Дмитриевич Захарченко Года жизни 1915 1999 Это знаменитый писатель Поэт Путешественник Исследователь Аномальных явлений Академик Почетный академик Кучи академий В том числе Рана Человек Больше известный тем Что Он является Уявлялся Главным редактором Техники молодежи Еще Стал он Редактором Этого Величайшего Из величайших Технических Научно-популярных Журналов С 1945 Года Ну как Сейчас любят Говорит В глухие Времена Сталинщины Когда там Была страшная Цензура Как принято Говорить И в эти годы Он В этом Известнейшем Журнале Публиковал Огромное Количество Статей Из пропаганды Кибернетики Генетики Уфологии И многих Других Так называемых Лженаук Про которые Я читаю Сейчас многие Такие Стереотипные Статьи Якобы Советское время Ничего подобного Не писалось Он этим Занимался И во времена Сталина И во времена Хрущева Брежнева И так далее Вплоть до 84 Года Значит Это уже Времена Перестройки И гласности Времена Горбачева И был Со страшным То есть Подчеркиваю Человек Печатая На самые Скользкие Темы Многочисленные Научно-популярные Статьи Знатоки Не дадутся Врать Техника Молодежи Всегда Все годы Была Проводником Вот этих Знаний По всем Научным Дисциплинам Включая Спорные Включая Даже Такие Которые Преследовались Но пострадал Этот человек Вот Парадоксально В годы Когда Объявили Гласность То есть Его За Его литературу Не судили Даже во времена Сталищины Но Но засудили Во времена Такого Демократичного Душки Горбачева А причиной Вот Разгадка Мого вопроса Кроется Причиной Послужила Лунная Дверь То есть Пострадал он Из-за Лунной двери Ну Если уж Совсем Точно Пострадал За роман Артура Кларка Космическая Одиссея Он был первым Захарченко Кто Решил Напечатать Этот Казалось бы Более чем Безобидный Безобидную Книгу Научно-фантастическую Сейчас я думаю Без труда Многие Найдут ее В интернете Или даже Может быть даже В магазинах Она продается Я не очень в курсе Ну конечно же Ее переводили Но первым Перевели В журнале Техника молодежи И стали печатать Значит С Артуром Кларком Захарченко Был знаком Лично Они были Замечательными Друзьями Но вот После того Как Захарченко Был наказан За эту Лунную Эпопею Захарченко Конечно Сильно Обиделся На Артура Кларка Который Его не Предупредил О Важной Детали Которая Была У него В романе Ну я думаю Сейчас уже Конечно Время Ушло Можно Уже Не обижаться На Артура Кларка Он просто Видимо Не знал Таких Деталей Которые По недомыслию Допустил В этом В этом Романе Роман Казалось бы Рассказывает О Советском Союзе И о советских Людях В очень Положительном Ключке Кларк Уважал Русских И наверное Не хотел Ничего плохого Сделать Напомню По сюжету Фильма Фильма Экранизирована Уже Стэнли Кубриком Про которого Мы говорили По сюжету Правильно Скать По сюжету Книги Американцы Находят На Луне Черную Дверь Летят В сторону Второй Черной Двери В сторону Юпитера Там Глупые Американцы И Ненадежная Американская Техника Космическая Ломаются Американцы Терпят Бедствия И К ним На помощь Приходит Советский Космолет Который Гораздо Лучше Американского Управляют Этим Космолетом Советские Люди Храбрые Надежные Товарищи И Которые Американцев Спасают Значит Ну Казалось бы В этом Сюжете Абсолютно Таком Про Советском Про Российском Просто Не может Быть Какого-то Подводного Камня Так думали Все Кроме Так сказать Кроме Американцев Оказалось Что Когда Артуру Кларку Понадобились Фамилии Советских Космонавтов Ему Нужны были Типичные Советские Фамилии Ну Гагарин Королев Путь Извините Путина Тогда Не знали Фамилию Ух ты Как интересно Разворачиваешь Сюжет Так Давай Давай Интересно Я погорячился Я хотел сказать Горбачев Фамилии Вот Как бы Вот таких И самых известных Русских Не устраивали Кларка Поэтому Он Взял Американскую Газету И оттуда Стал Черпать Фамилии Русских Которые Ему Попадались На глаза Он Набрал Эти Фамилии И Из этих Фамилий Как бы Собрал Экипаж Советского Корабля Не Придавая Значения Тому Что За фамилиями Этими Стоит Я их Не буду Эти фамилии Повторять Потому что Убежден На 100% Убежден Что они Ровным счетом Ничего Не скажут Нашим Современным Россиянам Как оказалось И советским Людям Они тоже Ровным счетом Ничего Не сказали И Эти фамилии Пропустили И Захарченко Пропустил Потому что Он не обратил На них Нимания Они у него Никак не Ассоциировались И пропустили Все наши Главлитовские Цензоры В общем Одним словом Пустили Не думая Что вот такой Коварный крючок Таится В этой Лунной Загадке В этом романе Его пустили В печать Но Коварные Американцы В отличие От нас Знали Что Что значит Эти фамилии Они дождались Когда Роман Начнет выходить И стали По своим Голосам Америки Рассказывать А вот Уже Фамилии Советских Диссидентов А понятно Что в американских Газетах Публиковали Фамилии Советских Диссидентов Людей Которые Для 99% Советских Людей Мы о них Не слышали И Они у нас Были Непопулярны Но в Америке Понятно Их Раскручивали Вот И Дождавшись Что эти фамилии Начнут мелькать Вот Хотя бы В романе Кларка А потом И в журнале В замечательном Советском журнале Василия Дмитриевича Захарченко Они Значит Американцы Очень сильно Этому порадовались И стали Всячески Так сказать Подчеркивать Видите Вот даже Советский журнал Техника молодежи Прославляет Фамилии Советских Диссидентов Значит И В этот момент Светоч Гласности И Перестройки Горбачев Прочитав Такую Вот Страшную Крамольную мысль Очень Очень обиделся Очень топал Ногами Приказал Наказать Негодяев Допустивших Эту вот Злонамеренную Антисоветскую Акцию И вот Как ни странно Парадоксально Что Василия Дмитриевича Не наказывали В сталинское Время За пропаганду Кибернетики Генетики Уфологии И прочих Страшных Страшных Как кому-то Кажется Проступков Но Наказали За публикацию О лунной Двери Лунном Портале За публикацию Романа Артура Кларка Космическая Одисея 2001-2010 Года Вот такой вот Страшный Парадокс Почти Анекдотичный Но Как оказалось С луной Вот теперь Вы понимаете Почему У меня Ассоциация Пошла С другим Василием Я думаю Мы еще Если Поговорим О луне Подольше Еще сплывет Еще не один Василий Но С вашего Позволения Вернемся К вопросам Василия Я думаю Мы еще Васильев Мы будем Я думаю Еще не раз Вспоминать Добрыми Словами Это уж богата Земля Василия Это точно Хорошо Вопрос эфира Владимира Измытищ Будь я Представителем Древней цивилизации Я бы специально Поставил около Планеты Земля Маркер Маяк Да такое Чтобы издалека Сама границ Солнечной системе Было ясно Что сюда лучше Нос не совать Планета Населена Потенциально Разумными Агрессивными Организмами И в качестве Такого маркера Идеально Подходит Луна Со своим Синхронизированным Землей Вращением Этот маркер Изготовлен из Подручных Материалов Просто Будет Работать Миллионы лет Вопрос Вадим Будь ты представителем Могущей Галактической цивилизации Какой бы Ты поставил Маркер Около планеты Которую лучше Облетать стороной То есть Какой бы Маньячок Вот мне кажется Я просто бы Взял Цитату Этого Радиослушателя Он просто Как говорят Снял с языка Он просто Моими Владимир Ты прям Это Как это называется Когда с языка снимают Телепат Телепат Разумная С моей точки зрения Космическая цивилизация И космическая Разумная цивилизация Как показал Наш собственный Пример Это не одно и то же Можно быть Блестяще Так сказать Мы доказали Что мы уже 59 лет Как космическая Но еще ни разу Ни одного года Никак разумная Поэтому Ну Во всем остальном Да Согласен Маркер Нужно Устанавливать Некий Так сказать Маячок Какой-то Предупреждающий знак Ну вот Если вы В яму На улице Падаете Вы же возмущаетесь Что там флажки Не развешаны Ограждающие Поэтому Вокруг нашей планеты Должны быть Какие-то Ограждающие флажки Ну или маркеры В качестве таковых Луна подходит Великолепно Просто вот Лучше не придумаешь Почему Потому что Слишком много Так сказать Конечно Косвенных Все факты Косвенные Говорят За то Что Луна Слишком Необычна Во-первых Ее масса Соотношение Массы Луны И Земли Таковы Что Ну вот На примере Всех тех Лун Многочисленных То есть Лун Имеется ввиду Название Сослагательное Неличное Среди Среди всех Спутников Которые мы Имеем Спутников Известно Уже Много Десятков Там Больше Полусотни Луна Занимает По-моему Пятое место Боюсь ошибиться Ну нет По-моему Не ошибаюсь Она занимает Пятое место Среди Примерно Шестидесяти Сейчас уже Больше Конечно Это Постоянно Пополняющийся Список Среди Более чем Шестидесяти Спутников Пятое место Из Более чем Шестидесяти Земля Наша Тоже На Пятом месте Только Среди Восьми Планет То есть Сами понимаете Пятое место Из восьми Это все-таки Менее почетно Чем Пятое Среди Шестидесяти Вот такое Соотношение Говорит Что Правильнее Было бы Назвать Систему Земля-Луна Двойной Планетой То есть Обычно Планеты Во много Раз Гораздо Больше Чем Земля Больше Луны Другие Планеты Гораздо Больше Превышают Свои Луны По массе И по размерам Ну Например Титан Меньше Сатурна Вокруг Которого Крутится В четыре Тысячи Раз По массе И в двадцать Три Раза Меньше По Размерам Харон Который Тоже Тоже Является Двойной Планетой Он Меньше По массе Всего Семь Раз Значит Вот Почему Такое Соотношение Такое Такая Такая Близко К массе К массе Земли У Луны Почему Так Случилось Что У Относительно Небольшой Планеты Земля Появился Такой Относительно Большой Спутник Вопрос Конечно Очень Любопытный Значит Объяснение Вот В поисках Объяснения Пытались Привлечь Самые Разные Гипотезы Ну Самая Популярная Из Ныне Бытущих Состоит в том Что На самом Деле Луна Является Частью Земли Это Вот Часть Ядра Земли Которая Была Выбито При Ударе Какого-то Какой-то Блуждающей Планеты Там В какие-то Допотопные Страшно Страшно Далекие Времена Якобы Там Со стороны Северного Полюса Ну Как вариант Или со стороны Тихого Океана Почему Потому что В этом месте Самые Большие Глубины В океанах Ударила Тело Выбила Ударив С одного Места Оставила После себя Большую Яму Которую Сейчас Занимает Океан Либо Тихий Либо Северный Ледовитый Ну Если Со стороны Северного Ледовитого Был удар Значит Это Объясняет Почему С другой Стороны Выпятилось То место Которое Сейчас Является Антарктидой Если Со стороны Тихого Океана То С другой Стороны Ничего Сильно Так Не Выпятилось Но Подразумевается Что оттуда Как раз И вылетела Часть Ядра И вот Это ядро Якобы Подлетев По Баллистической Траектории Баллистической Это означает Что Все что Подлетает По этой Траектории Должно Упасть Обратно На землю Но Почему То В силу Каких-то Божественных Невероятных Стечений Обстоятельств Это не Упало На землю А вот С помощью Какой-то Божественной Силы Извините За такое Ёрничество Откровенное И сарказм Явно Так сказать Нескрываемый Почему-то Это Подвисло И Начало Вращаться Вокруг Земли Как Специалист В области Космонавтики Скажу Что Иначе Как божественные Силы Это не Объяснить Потому что По законам Баллистики Для того Чтобы тело Не просто Подлетело Над землей А вышло На орбиту Нужно Как минимум Два Импульса Первый Импульс Да Мы предположили Это был удар Некой планеты Но нам Нужен Второй А Кто Этот второй Импульс Создал Если Господь Бог Нет проблем Как бы Сказали Бог И все Вопросы Так сказать Исчерпаны Но меня Это Такое Объяснение Не устраивает Наверное Не меня одного Зачем Так сказать Усложнять Ну Нужны Естественные Или Искусственные Причины Назовите Фамилию Этого Бога То есть Если кто-то Скажет Что Луна Была Сделана Искусственно Ну Только не надо Дословно Думать Доходят В своих Предположениях До того Что считают Что якобы Луна Пустотелая Потому Что Это Большой Корабль Ну Доказывают Это На основе Того Что Лунотрясение Говорят О том Что Она Полая Пожалуйста Как бы Скать Не увлекайтесь Ну Конечно Эти версии Хоть и Фантастические Но Не Совсем Уж Глупые Какой Может быть Там Скрытый Смысл В них Есть Исключать На сто Процентов Их Нельзя Но Все-таки Она Может Быть Таковой И По Естественным Причинам И В конце Концов Если Предположить Что Кто-то Подтащил К земле Относительно Большой Только Не корабль А Небесное Тело Он Вполне Мог Ну Я бы На месте Этих Высокоразвитых Цивилизаций Не сам Бы Создал Это Тело Зачем Допрягаться В космосе Паул Но Подходящих Претендентов Подобрал Нужное Ну Там Например Взял Взаймы У того же Возьмите Один И он И не Заметит Этого У него Есть Планет Спутники Больше Чем Луна Так что Он Не обедняет Или Какой-то Другой Планеты У которой Меньше Сейчас Спутников Осталось Можно Забрать Одним Словом Проще Забрать Транспортировать На Земную Орбиту Вот тут Как раз Без Искусственного Вмешательства Мне Сложно Было бы Объяснить Как Запустили Вокруг Земли Вот это Большое Тело Ну Тот Кто Может Транспортировать Космические Тела Думаю Ему Это Будет Сделать Не Сложно Уже Запустить Конечно Просто И Понятно Попутно Это Уже Даже Не Требует Дополнительных Объяснений Попутно Это И Объясняет Почему Луна Чудесным Таким Удивительным Образом Вероятность Такого Случайного Совпадения Ну Там Доля Процента Что Она Случайно Подчеркиваю Еще раз Случайно 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 Оказалось Ровно 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 На таком Угловом Расстоянии От Земли Что Ее Угловые Размеры В точности Совпали С угловыми Размерами Солнца Ну Вот Ни на Одной Другой Планете Из тех Которые Мы знаем Такого Соотношения Нет ни у кого То есть Иными словами Это нельзя Нельзя автоматически Сказать Что этого Не может быть Ну В природе Наверное Там Если вариантов Были бы Миллионы На миллионах Других планет Наверное Такое Где-нибудь Встречается Но мы До сих пор Такого Примера Больше не знаем Мы такие Единственные И неповторимые И поэтому Если предположить Что Версию Вот Предположить Что кто-то Нам Эту Это тело Притащил Тело Большое Сила тяжести На Луне Всего в 6 раз Меньше Чем На Земле Это всего В 2 раза Меньше Чем На Марсе То есть Видите Такие Вполне Сопоставимые Величины Очень Так сказать Близкие К нам В общем Получается Что Загадка Висящая Прям Над нашей Головой Загадка Которая Не может Не Не бросаться В глаза Загадка Такая Которая Видна Любому Подлетающему К нам С любой Стороны То есть Иными словами Не заметить Этого Невозможно То есть Если Грубо говоря Мы нащупали Вот Вот Эта Вот Особенность Луны Особенность Что Такого В природе Существовать Естественным Путем Не может Ну Если Мы Это Пока Не Можем Уверенно Говорить Мы Пока Догадываемся Что Мы Исключение Из правил Но Если Это Так То Любой Знающий Лучше Нас Эти Законы Космические Подлетая К нам Сразу Видит Опаньки Это Что То Здесь Не Так Раз Не Так Обращают Внимание На Луну А А вот На Луне Должно Быть Конечно Некая Метка Конечно Это Не Обязательно Черная Дверь Ну В песне Это Дверь Белая Про Которую Писал Артур Кларк И Пела Наша Замечательная Русская Певица Вполне Может Быть Это Что-то Другое Это Не Черный Манекен Монумент Извините Это Может Быть Под этим Подразумеваются Некие Лунные Образования Которые Периодически На снимках Всплывают И Непонятно То ли Это игра Света и тени То ли игра Воображения То ли Реальность Это Большой Еще Незакрытый Вопрос Закрыт Который Можно Только Увеличивая Мощность И четкость Изображения Но Это Земли Естественно Бесконечно Делать Нельзя Либо Так и Хочется Мне Закрыть Этот вопрос Но для Этого Надо Полететь На Луну Вот Давайте Так сказать Хорошо Летим Летим Я согласен Вот Но В любом Случае Заканчивая Ответ На этот Вопрос В любом Случае Я убежден Что Вот За этой Самостью То есть Удивительностью И Исключительностью Луны Которую Мы Где-то Вот Где-то Понимаем Что мы Удостоились Великого Подарка Судьбы Или Еще Кого-то Но Пока Не оценили До конца Этот подарок Я понимаю Что за этим Должно Что-то Скрываться Наверняка Мы Узнаем Еще эти Загадки И Вполне Может Оказаться Так Что Главное Назначение Луны Именно Такое Про Которое Наш Уважаемый Радиослушатель Сказал То есть Главная Задача Чтобы Те Кто Видит Нас Первый Раз Сразу Обратили Нимание На Этот Явный Так Сказус И Обратив Уже Внимание Как бы Сказать Вот Зная Некую Зацепку Которую Не знаем Мы Уже Могли Дальше Так Сказать Действовать Согласно Этой Этой Реперной Реперному Указанию Ну Да Побегу Как в свою Деревню Пока не наваляли Тут Ладно Дальше Вопрос Ясен Ответ Тоже Понятен Следующий Вопрос От Владимира Из Санкт-Петербурга Сходу Напишу Такой Вопрос Ну Или Комментарий Многие Наверное Знают Ученого Астронома Владимира Сурдина У него Тоже Есть Очень Большая Объемная Лекция Лунья Он В том Числе Также Показывал Многие Знаменитые Фото В кавычках Лунных Мифы О Луне Спасибо Ну Упорно Столь Не поддерживают Сразу скажу И Лекции Сурдина Конечно Я знаю Наверное Люди Которые Про это Пишут Ну Не знаю Смотрели Мои Лекции О Луне Они Есть В сети Ну По крайней мере Широко Так сказать Может Не так Широко Как Лекции Сурдина Но Тем не менее Они по сети Гуляют Желающие Могут Еще Посмотреть Их К слову Сказать Со Вчерашнего Дня Мы Стали Практиковать Онлайн Трансляции Наших Лекций Которые Бывают На сайте В группе Космопоиска По вторникам По вторникам С 18 До 21 По московскому Времени Пожалуйста Смотрите Наши Онлайн Трансляции А потом После онлайн Трансляции Они Соответственно Будут Помещаться В Ютуб В Космопоиск Там уже Тысячи Просмотров Но Правда Еще раз Говорю Эту практику Онлайн Трансляции Мы начали Со вчерашнего Дня Теперь будем Практиковать Одна из Ближайших Лекций Не буду Говорить На какое Число Да Мы Намерены Естественно Тему Луны Касаться Снова К ней Возвращаться И Как бы Опускать Ее Не намерены Значит Мое Сорудина Как специалиста Я глубоко Уважаю И В большинстве Случаев Разделяю Его Взгляды Их Собственно Невозможно Не разделять Когда речь Идет О Убедительных Фактах Если Есть Факт И Он Объясним То Какой Смысл Спорить Тем более Переходить На личности Факт Есть факт Вот Поэтому Зря Наш Уважаемый Радиослушатель Говорит Что мы Цепляемся За За Какие-то Опровергнутые Случаи По количеству Опровергнутых Случаев Я думаю Что Наверняка Я опроверг Их больше Чем Сурдин Но Соревнования Такого Специально Не проводилось То есть Там Вчера Например Я Опроверг Версию Которая Широко Публиковалась В прессе Карелии О том Что Вчера Высадились Инопланетяне В Карелии Там Публиковали снимки Эх А я Пропустил Такое событие Вот Но Надо сказать Там были Очень убедительные Фотографии Действительно Над Карелией Висят Такие Просто Корабли Внеземных Цивилизаций Сенсация Действительно Почти Удалась Но Ну вот Сегодня Я опубликовал Я опубликовал Как мне кажется Очень убедительно Ну Попробуйте Что называется Опровергнуть Мои доводы Я доказываю Что это Блики Вот Так что Мне не меньше А скорее всего Чаще Приходится Опровергать Вот такие Слухи Но Делаю Я В отличии От Некоторых Критиков Все-таки И подтверждения Они бывают Редко Но ради Этих подтверждений Собственно Я и занимаюсь Перелопачиванием Вот этой информации Да Чаще всего И лунные Феномены Имеют Банальное Объяснение Ну Я говорил Игра Света тени Но Не всегда Это Объяснение Срабатывает За Уж Если Так сказать Мы Упомянули О лекторах Что Как-то Не очень Как-то Прилично В качестве Другого Лектора Приводить Свой пример Себя Любимого Я напомню Еще одного Лектора Не менее Может быть Известного В области Вот Лекций О Луне Сурдин Конечно Известен Больше Московской Публики А вот Харьковской Публики Известен Архипов Такой Замечательный Лунный Архивист Который Всю свою Жизнь Или большую Часть жизни Занимался Собиранием Вот этих Самых Лунных Аномалий Вот Если Кого Эта тема Интересует Пожалуйста Погуглите Найдите Данные И книжки Выходили Многочисленные У этого Самого Архипа Алексея Викторовича Архипова Запомните Эту Фамилию Он На форумах По проблеме Поиска внеземного Разума Выступал Очень неоднократно С этими Лекциями О лунных Аномалиях В 87 Году В Венгрии В 89 В Испании В 90 Во Франции В 91 В Германии В 93 В Финляндии И так далее То есть Понятное дело Вот когда я говорю О таких древних годах Как 87 Понятно Что Тогдашние представления Были несколько наивны Ну там По сравнению С нашими Современными Представлениями И там Доводы Образца 87 Года Сейчас уже Не удивляют Современных Астрономов Они их легко Раскалывают Там Легко Критикуемы И я уж Не говорю О доводах Нашего Российского Советского Патриарха Основателя Одного из основателей Космопоиска Александра Петровича Казанцева Который Лунными Артефактами Занимался Еще раньше Архипова Понятно Что Вот Научные Или научно Популярные Работы Этих Метров Монстров Истории Во многом Сейчас Объяснены И это Нормально Потому что Наука Не стоит На месте Наука Развивается И Улучшаются Возможности И То Что Раньше Было Непонятно Сейчас Объясняется Но Даже С Такими Оговорками Многое Из того Что Говорили Казанцев Архипов И я В отношении Этих Самых Лунных Аномалий Много Еще Не Объяснено Начиная С того С чего Я начал Сегодняшний Рассказ Пожалуйста Если Кто-то Так сказать Найдет У Сурдина Или У других Популяризаторов Науки Объяснения Например Хотя бы Особенности Лунных Аномалий Я перечислял Эти названия Хотя бы Тому Почему Завидной Регулярностью В одних И тех же Кратеров Таких Как Кратер Аристарх Регулярно Движутся Светящиеся Объекты Светящиеся Ночью Или темные Объекты Днем Почему Они движутся Только В пределах Этого Кратера Ну На самом деле Бывает И за его Пределами Просто Концентрация Внутри Кратера Огромная Почему Они движутся Со скоростями С которыми Не могут Двигаться Там Пролетающие Астероиды Там Скорости Там 50 километров В час Там 40 километров В час Они нормальные Для движения Вездехода Но Явно Не Слишком Заниженные Скорости Для движения Ну Какого-то Там Пролетающего Объекта Следовательно С большой Вероятностью Это Эти тела Находятся На поверхности Луны Хотя Это Так сказать Естественно Я не утверждаю Этого Никто пока Не может Утвердить Но Даже Вот Того Что я Сейчас Сказал Как мне Кажется Более Чем Интригующего И более Чем Пока Не Объясненного Я убежден Что когда-нибудь Мы это Объясним Я За То Чтобы Человеческий Разум Объяснил Все Но пока Ни Сурдин Ни я Никто Либо Другой Этого Не Объяснил Если Я не прав Пожалуйста Подскажите Кто это Когда Сделал Очень Долго Мы уже На этом Крутимся Вопросы Еще у нас Есть Просто Здесь Прозвучало Вот у нас Есть люди Которые В Карелии Живут И пишут О какая Новость Я что-то Не видела Никого Нету Они встретились Инопланетяне Пусть зайдут В группу Карелия Космопоезд Там эта новость Висит сверху Сегодня Поместил Так что Я думаю Владимир Ты из Санкт-Петербурга Очень подробно Все ответил Жалко Просто Время Вопросов Много Еще интересных А уже Время Уходит Опять Эфир Придется На две части Разбивать Так Вопрос Эфира От Михаила Из Казахстана Антенна на Луне И комете Чурюмова Фейк Или правда Значит Не будем говорить Что это такой уж фейк Про антенну Смотря что Он подразумевает Под этой историей Потому что Антенн Ну или Каких-то образований Похожих на антенн На Луне Периодически Ну не то чтобы Много там Все понатыкано В антеннах Нет конечно Но Несколько случаев Было Я имею в виду Несколько снимков Разных историй В разных местах Когда На фотографиях Сделанных В определенный момент Освещенности То есть повторить их Чрезвычайно сложно Даже На той же самой технике Даже на том же Там В фотоаппарате Или на том же телескопе Зная Где ты сделал Этот снимок Второй раз Делать этот снимок Чрезвычайно сложно Потому что Луна Каждый раз Находится Там В новом положении Относительно вас На следующий Там На следующий день Или через месяц Ее положение Изменится Относительно Относительно вас И вот Сочетания теней Будут Другие Чтобы Поймать Момент Вот именно Такого Освещения Нужно ждать Там Не знаю Десятки лет Наверное Поэтому Поэтому Если Один раз Удается Снять На Луне Какой-то Высокий Объект Или Объект Бросающий Очень длинную Ровную Тень Что В общем Косвенно Говорит о том Что это тень От Какого-то Высокого Образования Ну Маловероятно Чтобы Это Был Некий Такой Естественное Образование Сталагмит Сталагнат Как-то Вот Такие Лунные Небоскребы Знаете Ну В естественном Состоянии Ну Как-то Слабо Представляются Но Если Тень Мы Увидим Значит Если Есть Тень Значит Должен Как Говаривал Известный Классик Если Есть Норка Значит Должен Кролик Если Есть Тень На Луне Значит Должен 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 Предмет Отбрасывающий Эта тень Если Эта тень Похожа От Некого Некой Антенны Как кажется Некоторым Это не значит Что там Некая Антенна Но Там Должно Быть Нечто Вытянутое Антеннообразное Вот Больше Я Ничего Здесь Не могу Каких-то Фактов Предоставить Понятно Подтянем Что 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 При Некоторой Фантазии Причем Ну Трудно Трудно Критикуемой Можно предоставить И как тень А можно Предоставить Как вот Сочетание Игру Светотени И И пока На таком Уровне Как бы Ни та Ни другая Сторона Не могут Предоставить Лучших Каких-то Более Авторитетных Доказательств Потому что Повторно Сфотографировать Как я Сказал Чрезвычайно Сложно Проще Не ждать Десятки лет Когда повторятся Возможности Для фотографирования А туда Слетать Ну Кому-то проще Кому-то сложнее Пока не удалось Ни то Ни другое Хорошо Так Следующий вопрос От Дмитрия Здравия всем Что думает гость О теории Конспирации Которая Рас Конспирация Написана Которая Россия Тревоит Рассматривает С ошибками Рассматривает Часть кратеров Как воронки От ядерных Надлунных Взрывов Воронки Круглой форме С ровным Бортиком И островком В центре Плюс грунт Выбран равномерно Как сковорода Благодарю Дмитрий Ну да Это видимо Все таки Слово конспирологии Имелось ввиду Но я думаю Что пока Нам не нужно Подтягивать За уши Теории Атомных Взрывов Хотя конечно Они могут быть Если мы говорим О внеземных Цивилизациях Среди них Может быть Были Или есть Цивилизации Обладающие Ядерным оружием Как у нас Сейчас А мы К слову сказать Настолько Так сказать Неразборчивые В использовании Ядерного оружия Что взрывали Его Не только Так сказать В подземных Полигонах Уже Новое поколение Сильно Подзабыло Что на уроках Физики Я еще Я еще застал Те времена Когда Счетчики Гейгера В школах По всей Стране Трещали Когда В кабинетах Физики Их Ради Так сказать Ради Ознакомления Включали Школьникам Почему Они трещали В Москве Или там Где-нибудь В Нью-Йорке Да потому Что Количество Взрывов На земле В воздухе И даже В космосе Было Таково Что Атмосфера Была Загажена Радиоактивными Элементами То есть Мы буквально Взрывали Все Вокруг Себя Как не Взорвались И себя В том числе До сих пор Непонятно Ну К счастью Так сказать Опыты Вот такие Экзекуции Самоистязания Прекратились По крайней мере Вот временно Пока продолжаются Подземные испытания Ну И то Слава Богу По сравнению С тем Что мы творили Совсем недавно Так что Если кто-то Скажет Что Какая-то Внеземная Цивилизация Шутки Ради Или из-за войны Или может быть Там Из иных Каких-то Целей Взрывала На Луне Или на Той же Земле Когда-то В древности Атомные Взрывы Происходили То в силу Вот нашей Недавней истории Это уже Смотрится Как бы Совсем Не так уж Фантастично Естественно Я То что Это может быть Это вовсе Не означает Что так было По крайней мере Те кратеры Которые мы Видим На Луне С большой вероятностью Конечно Я не вижу Оснований Их считать Ядерными Потому что Они Все-таки Скорее всего Имеют Метеоритное То есть Импактное Происхождение Но Конечно Последнее слово Здесь За селенологами То есть Это Лунный Аналог Профессии Геолога Чтобы Ответ На какой-то Вот такой вопрос О происхождении Кратера На Земле Дал Геолог Нужно Ему Приехать На место Сделать Геологический Шурф Проверить Разрез Взять Разрез Земной Поверхности Посмотреть Что внутри Увидеть Какие процессы Геологические Происходили Если он Говорит Да Процессы Были Импактного То есть Взрывного Характера Ну В общем Дальше Он Очень все Грамотно Распишет Вот Нужно Чтобы То же Само Сделали На Луне Только Не геологи А селенологи Но Примерно То же Само Как вы Понимаете Геологов И селенологов На Луне Не было А те люди Американские Которые Там были Они Прошли Эрзац Курс Геологии Слово Селенология Не уверен Что у них Было В курсе В этом Это Их Научили Знаете Может быть Правильнее было Обучить Космонавтике Геолога И послать Его туда Как в фильме Армагеддон Помните Там Нефтянников Обучили Астрона Профессии Астронавтов Ну это глупость Конечно Ну это фильм Все таки Но Все таки Прошли По пути Того Что Профессиональных Космонавтов Обучили Там Очень быстрому Курсу Геологии Буквально Вот Ну такой курс Сейчас назвали Курсом Для чайников Так что Правильнее сказать Что на Луне Побывали Геологи Но это были Геологи Чайники Которые Никаких Раскопок Не производили Их задача Была Вот этого Краткого курса Состояла в том Чтобы обучить Их Такой Эрзац Экспресс Анализу Как правильно Выбрать Наиболее Интересные Камни Для Дальнейшего Изучения На земле Как Как их поднимать Почему Потому что Это Это романтично Как бы Дорогие До сих пор Из разряда Спорных Хорошо Вопросы Фил В эфир От Владимира Санкт-Петербурга Номер два Если будет время Время есть То озвучиваем Владимир Могли бы Вы озвучить Какие-то По вашему мнению Должны быть Конкретные шаги Для эффективного Освоения Луны Спасибо В основном Они крутятся Эти все шаги Эффективные Крутятся Исходя из того Что Чтобы полететь На Луну Нужно получить От кого-то Деньги Мы живем В таком мире Где Если вы хотите Удовлетворить Свою любопытство И полететь на Луну Ну вот я очень хочу Естественно Но мои доводы Что Там находится Огромное количество Лунных аномалий Которые очень интересны Для науки В частности Вот Ну Все то Что я рассказывал И то Что я еще не рассказывал Понятно Они не находят Понимания Потому что Сильные меры Сего Не понимают А нафига Это нужно Вот Что это даст Объясните Как бы Простым языком Вот Если я Финансирую Там Проект Полета на Луну То что Я с этого Буду иметь Так сказать В итоге Кроме Конечно Славы Почета И благодарности Потомков И вот Если вы мне Поможете Уважаемые Радиослушатели Найдете Такие доводы Которые Будут Убедительны То возможно Это удастся Сделать Пока Все Так сказать Доводы Современные Да Мы слышим Из Наших СМИ Что Хорошо Было Бы Добывать Там Третий Гелий Три Там И некоторые Другие Минералы Вот Их Добыча Столь Необходимая Для Земной Экономики Энергетики Вот Оказывается На Луне Будет Рентабельно И соответственно Если вы Уважаемые Олигархи Вложите в это Деньги То есть Читай Профинансируйте Наши Экспедиции Луны То Будет вам Не только Почет и слава И благодарность Потомков Но и Прибыль От продажи Гелия-3 Вот Скажу По большому Секрету Я надеюсь Нашу передачу Не слушат Олигархи Пожалуйста А если слышат Выключите Временно Звук А ну-ка Выключи Что-то там Прислушивался Давай Выключай Все Выключи На самом деле Это конечно Неубедительная Попытка Потому что Наши Олигархи Не настолько Тупы Если они Тупы Они Нанимают Консультантов Грамотных И консультантов Уже считают Очень хорошо Умеют читать И Когда они Подсчитывают Прибыль Вот От продажи Этого Гелия-3 Реальную Прибыль А не Декларируемые И Главное Затраты На то Чтобы добыть Полететь Добыть Там Привезти На землю В общем Мягко Выражаясь Пока Это Не убеждает Их Что Это Пора Делать Вот Поэтому Нужны Какие-то Другие Более Веские Доводы Ну Я думаю Что Рано Или поздно Они найдутся Помимо Того Что Найдутся Доводы Вот То Зачем Нам Нужна Луна Вот Для Таких Прагматичных Людей Как Политики И Коммерсанты А не для таких Любопытных Людей Которые Готовы Бесплатно Ради Науки Лететь Куда Угодно Без Всякой Надежды На Прибыль Как Я И Другие Так Скать И Других Таких Как Я Вот Пока Либо Должны Найтись Более Весомые Аргументы Либо Есть Другой Путь Либо Когда Будет Удешевлен Транспорт А он Удешевляется Улучшается Корабли Увеличивается Грузоподъемность Уменьшается Затраты На Килограмм Полезной Нагрузки В общем Это то Что Рано или Поздно Сделает Полеты К Луне Рентабельными Вне Зависимости От того Так сказать Появятся Там Новые Цели Или Нет Так что Не так Так Другим Путем Рано или Поздно Мы все равно Полетим На Луну Но пока Так сказать Для этого Не созрели Условия Полетим Там просто Сделается Туристическая База Куда Будет Пролетать И все Нормально Это будет Сделано Когда Это будет Рентабельно Конечно Конечно Вот Сейчас же Есть туристы Которые Летают В космос Да Просто Там На несколько Дней Полетел Посмотрел На землю Вернулся Счастливый Да Не могу То же Самое Всякий случай Разрешите Я озвучу цифру Если Цифра огромная Но у нас Есть очень Богатые люди Да Согласен Конечно Вот Кэмерон Режиссер В частности Хочет стать Одним из Следующих Космических Туристов Но это Тот Человек Который В состоянии Выложить 20 миллионов Долларов Ну вот Там просто Соберутся Таких Десять Кэмеронов И построят Небольшую Если там Палатку Поставят Куда Будут Летать Не поверите Я думаю Что вы Знаете Что Некоторые Компании В общем Не сам Ну Есть конечно Очень богатые Такие Как Гугл Такие Как Газпром Я не знаю Я сейчас Расскрываю Чью-то коммерческую Тайну Или нет Но Не сильно Пожалуйста Сильно Пожалуйста Не ругайтесь Уважаемые Газпромовцы Финансируют Проектирование Лунных Обитаемых Баз То есть Они считают Это Рентабельным Вложением Капитала Правда Пока Не очень Ясно Когда Это будет Реализовано Но Действительно Люди Грамотные Люди Главные Коммерсанты Понимают Что Это Будет Сделано Так Что Вопрос Это Вопрос Времени Действительно Да Как Б Я Что Мне В это Верить Не Верить Я Просто Предвижу Что Это Должно Случиться Да И все Оно Не Из-за того Что Я Весновидящий А Потому Что Идет Тут Понакатанный Сейчас Маленький Шажок В эту Сторон Потом Побольше В эту Потом Следующий Шаг Это Луна Будет Там Обязательно Что-то Должно Произойти Что-то Должно Быть Построено Какой Пансионат Или Что-то Еще С видом На Землю Ну Ладно Дальше Вопрос В эфир От К этому Посчитали Значит Ответили Владимир Что Это Денег Не Хватает Из Заинтересованности Будет Значит Придумаем Что Делать Владимир Случайно Не Представитель Газпрома Который Зондирует Этот Вопрос Не тот Владимир Чье имя Мы Не Употребляем Просто Хорошо Владимир В эфир Вопрос В эфир От Михаила Из Казахстана Имеются Ли календарные Периоды Активности НЛО На Луне А так же Географические Пояса Активности НЛО На Луне Подобные Земным Видимо Автор Вопрос Слышал Про мои Доклады Где Описывал Пояса Правда Я называю Географическими Линиями Одно Похоже На другое На Земле Подразумеваю Что в Каждый Из определенных Моментов Времени Когда мы Берем Не полную Активность НЛО За все Тысячелетия Да Она размазана Как-то По поверхности Земли А когда мы Берем За отдельный Период Времени Оказывается Настоящие НЛО То есть Неопознанные Объекты Не сообщения Которые Как ворох Сыпятся Отовсюду Как вчера Из Карелии Пришла Новость О вторжении Инопланетян Понятно Что в наш На нашу Схему Карту Схему Активности НЛО Вот этот Карельский Случай И тысячи Других Подобных Фейковых Сообщений Не попадают А когда Составляешь Карту Из настоящих Подлинных Ну имеется ввиду Неопознанных То что мы Не опознаем Конечно В число Этих Неопознанных Есть Попадают И Просто Более Сложные Фейки Которые Мы еще Не в состоянии Раскрыть Но тем не менее Когда Хотя бы Из этого Составляется Схема Карта Активности НЛО То четко Видно Что На земле Есть определенные Полосы Активности Вот таких Вот Зон Где они Активны А где Соответственно Неактивны Теперь отвечаю Про Луну С Луной Количество Сообщений На порядке Меньше Я рассказывал О полутора тысяч Сообщениях Аномалий На Луне Это Огромная Масса Взгляните На карту Сейчас Как будет Перерыв Я обещаю Эту карту Размещу У себя На Страничке Вконтакте Чтобы проще Было найти Она то у меня Давно размещена В альбоме Но просто Копаться в альбомах Долго Я размещу Сейчас ее Во время Перерыва Не знаю У нас будет Или нет Буду слушать Вопрос сейчас И размещу И вы посмотрите Что Активность НЛО На Луне Размазана Очень сильно Полос Там нет Не видно Но все-таки Справедливости Ради Возможно Это потому Что пока Существует Только такая Карта Раскадровки По годам Как это сделано Для Земли Мы пока Для Луны Не сделали Потому что К сожалению Пока Фактологии Мало Но Вступайте В Лунный Патруль Вы тем самым Будете Увеличивать Эту фактологию И может быть Через Некоторое время Мы совместными Усилиями Эти Полосы Выявим Если Они конечно Есть Если нет То На нет И сюда нет Так что Пока я Ответ на этот вопрос Не знаю Хорошо Переходим К следующему вопросу От Ильи Скажите Что думаете Насчет того Что Луна Была пригнана Некой цивилизации Для наблюдения И контроля Землян Возможно Даже Луна Проецирует Некую матрицу На нашу планету И не связана ли Луна С потоком Из описания В Библии И с некоторыми Существующими Описаниями Как рептилоиды Например Сложный вопрос В общем В этот вопрос Вкралась Частично И То что я Уже отвечал Что Я Некоторое время Назад говорил Что возможно Луну Действительно Пригнали Но я Ни слова Не говорил О рептилоидах Для меня Эта тема Ну Не является Запретной Конечно Но я Отношусь К теме Рептилодов Весьма Весьма Скептически Возможно Сейчас Я услышу Массу Нареканий В том Что я Скрываю Очевидное Для всех Но для меня Это совсем Тема рептилодов Совсем Не очевидна Но наверное Это отдельная тема Я считаю Ее Несостоятельной И Ненужной По крайней мере Для объяснения Лунных Аномалий Рептилоиды Ну просто Близко Так сказать Здесь Не сидят Вот В огороде Бузина В Киеве Дядька Примерно Так же Причем Здесь Рептилоиды Не знаю Но С точки зрения Конспирологии Там конечно Все увязано Я повторять Конспирологические Теории Не буду Я лишь Считайте Чтобы не дразнить Конспирологов Которые За любым Возражением Видят Так сказать Злонамеренные Какие-то Вот Такие Действия Сокрывающие Их Великую Истину Вот Чтобы этого Не дразнить Я это Просто Не буду Критиковать Но если Так сказать Тема Рептилодов Все-таки Будет Очень злободневной Мы конечно Вернемся К ней Но В теме Луны Так сказать Они Еще раз Говорю Они Близко Не лежат Причем Здесь Одно И другое Так Вот Интересный Вопрос От Олега Из Иркутска Здравия Вадим Вращается вокруг Солнца По спирали По часовой стрелке А сама вращается Вокруг своей оси Против часовой стрелки А как же Спутник Земли Луна Когда она повернута Все время Одной стороной К нам Тоже Вращается Тоже получается Непонятно Вращается Не вращается И откуда Тогда На ней Кратеры От метеоритов С видимой Нами Стороны Если эта часть Луны Прикрыта Большими По размерам Большим по размерам Телом Земли Ну логичный вопрос Откуда они могут Прилететь Если мы их видим Они же что С Земли что ли Пролетели В планетарии Город Иркутск Эскурсовод Мне сообщил Что Луна Вращается Синхронно С Землей Потому мы видим Только одну сторону И также Он умолчал Что созвездия Свастики Которые слева От ковша Ну имеется ввиду Медведица Или Макоши Или Лосяка Разно называют Что Скажете вы Про это созвездие Благодарю Ну имеется ввиду Про свастику Ну про свастику Я ничего не буду Говорить Потому что Для кого-то Это свастика Для кого-то Макоши Для кого-то Это коловорот В общем Вариантов много И при желании Можно найти Среди Шести тысяч Видимых звезд Их шесть тысяч На небосводе Можно найти Изображение Логотип Вашей фирмы Макдональдса И кого угодно Кстати Макдональдс Вот я сейчас Сообразил Глубоко Любимое Мною Созвездие Андромеды Например Это Макдональдс А для кого-то Буква М А для кого-то Дабл В Вот поэтому Это То что мы видим Это все-таки Случайное Сочетание Взаиморасположения И взаиморасположения Звезд Хотя конечно Опять же Опровергнуть Это Сказать что Это возникло Случайно Или наоборот Не случайно Ну так же Невозможно Как невозможно Нам осознать Работу Цивилизации Которые Нас Опережают На миллионы Или страшно Сказать эту цифру На миллиарды лет Для Нас Их действия Может они Играются звездами Как мы играемся Кубиками Как дети Играются Кубиками Это примерно То же самое То есть Играючи Можно передвигать Звезды Кто его знает Может и так Вот поэтому Может быть Когда мы Подрастем Мы уже Четко будем знать Какие звезды Или какие планеты Или какие луны Передвинули Искусственным путем А какие естественным Может быть А может и нет Вот я лишь утверждаю Что на современном Вот ныне Существующем Уровне знаний Хорош Хорош Он плох Он хорош Для нашего Вот сегодняшнего Положения Вещей Мы не можем Четко Отделить Искусственно От естественного Мы например Пример приведу Помимо Луны Да Вот с Луной Прекрасный был пример Что она стоит На удивительной точке Слишком Слишком Необычной Для того Чтобы Считать Что он Луна туда попала Случайно Но при этом Ничего больше Мы в качестве доказательств Сказать не можем Помимо этого В космосе Есть огромное количество Космических Возможных Космических GPS Название мое Сразу говорю Большая часть Астрономов Эти объекты Называет И знает Как Пульсары Но свойства Этих пульсаров Взаиморасположение И Возможность Их использования Для 3D Позиционирования В галактике Такие же Словно Их искусственно Создали Вот как Некую Межзвездную Систему ГЛОНАСС GPS То есть Создал те Кто Естественно Нуждался Вот В звездной Навигации А Мы Естественно Это не создавали Мы Когда встал Вопрос О звездной Навигации Мы вдруг Увидели О Гляньте Как Здорово Как Как Удобно Расположены Эти GPS Навигаторы Давайте их Использовать Большинство Думают Как здорово За нас Это сделала Природа Просто По заказу Сделала А я Такое Легкое Сомнение Выдвигаю А может быть Не совсем Природа Сделала Может быть В этом Что-то Есть Я не знаю Вот таких Вот Звездных Межзвездных Артефактов Очень и очень Много Просто На нашем Уровне Знаний Большинство Из них Либо Мы Объясняем С точки С точки Зрения Какие-нибудь Рептилоиды Или Предки Наших Славян Это Второе Мне конечно Нравится Больше Чем Рептилоиды Но Откровенно Говоря Я Ни того Ни другого Утверждать Не могу Может быть Если узнаю Что это так Я скажу Но пока Я этого не знаю Так Ну так Про кратеры Которые В сторону Земли За рептилодами Извините Как бы сказать Ну рептилоид Конечно Они увлекают Понятно Такие они Ребята Веселые Отвлекают Так вот Про кратеры Если коротко Конечно На этот вопрос Сейчас никто Не знает Ответа Хотя Четкую Разницу Между видимым И невидимым Расположением Вернее Полушариями Луны Конечно Обратили внимание И пытаются Объяснить До сих пор Не знаю Ответа На этот вопрос И я Конечно Очевидный Парадокс Что больше Всего Следов От Падения Метеоритов Со стороны Земли Чего Да Прав Наш Автор Вопроса Чего Как бы Парадоксально Быть Не может Земля Частично Экранирует Луну Луна Частично Экранирует Землю От Падения Астероидов Это очевидно Поэтому По идее Обратная сторона Но Помимо Такого Очевидного Фактора Есть и Другие Менее Очевидные Например Больше Кратеров Не там Где чаще Падают Метеориты Это я Говорю Основываясь На знаниях Не только Лунной поверхности Но и поверхностей Всех остальных Известных нам Космических тел Их очень много Их Там Сотни Ну Если считать Только те тела Которые были Сфотографированы С хорошим разрешением Я имею ввиду Это не только Планеты И их спутники Это астероиды И вот Последние годы Еще появились И кометы Поверхность которых Хорошо Тоже Сфотографирована На них На многих телах Есть Метеоритные кратеры На многих Нету Там где нету Четко видимых Кратеров Вовсе не значит Что туда не падали Метеориты Падают Но Ответ Заключается в том Что больше Метеоритных кратеров Не там где Чаще падают Метеориты А там где Местные Геологические Условия Не позволяют Уничтожать Эти следы Например Есть Космические тела В нашей системе Такие Как Европа Которые Сглаживают Кратеры Из-за того Что Сглаживают Кратеры На своей поверхности Туда падают Метеориты Оставляют Кратеры Но Выделяется Вода Вода Заливает Эти кратеры И соответственно Вода Замерзает И кратеры Исчезают На каких-то планетах Вот такими Свойствами Уничтожать Кратеры Видимые Кратеры Такими свойствами Обладает Вулканическая Лава Вполне возможно Что на Луне Именно Так и происходит И Большую часть Кратеров На невидимой Поверхности Луны Уничтожила Уничтожили Лавые потоки Вот Как На мертвом Казалось бы Теле Ну сейчас Луну Уже не называют Мертвой Благодаря нашему Соотечественнику Николаю Александровичу Козыреву А раньше называли Считая Что там Вулканов Не может быть Сейчас Уже Так сказать Доказано Что Вулканическая Активность На Луне Хоть и слабо Но существует И Выделение Лавы Тоже Так сказать Блестяще Справляются Успешно Справляются С уничтожением Этих Самых Кратеров Значит Это Первый Возможный Ответ Который Я считаю Очень И очень Достойным Для того Чтобы считать Его правильным А есть Еще Один Заключающийся В том Что Вполне Может быть Так Что Сначала Какая-то Сначала Луна Получила Асимметрию Какую-то Часть Луны Действительно Бомбардировали Метеориты Чаще Ну По логике Это как раз Та часть Которая Была повернута От земли Но Потом В силу Этой Асимметрии Когда Оказалось Что Одна Половина Одно Полушарие Испещрено Метеоритными Кратерами А вторая Менее Испещрена Получилось Так Как Происходит Например В Теории Пропагандируемым Нашим Небезызвестным Теоретиком Теоретической Географии Так это Называется Придуманная Им Дисциплина Ватиков Или Как Космонавт Джанибеков Для тех Кто Не в курсе Погуглите После нашего Разговора Найдите Такой термин Широко Обсуждаемый В интернете Эффект Джанибекова Когда Вращающееся Тело Обладающее Небольшой Асимметрией Именно Очень И очень Небольшой То есть Идеально Симметричных Тел В природе Почти Нет Ну Искусственно Можно Создать Естественно Очень И очень Симметричный Там Какой-нибудь Шарик Очень Симметричный Но Если на этом Шарике Хоть Небольшая Выщербинка Есть То С точки Зрения Джанибекова И Ватикова И еще Ряда Так сказать Других Возмутителей Спокойствия Вращающееся Тело Вот с этой Небольшой Асимметрией Иногда Делает Скачок Или Вот Этот Скачок Еще Называется Эффектом Джанибекова То есть Внезапно Это Вращающееся Тело Резко Меняет Ось Своего Вращения То есть Я клоню К тому Что Эффектом Джанибекова Я Объясняю Как раз Кувырок Луны Который Вполне Мог иметь Место Быть Какие-то Может быть Даже не Миллионы Лет Это может Было И на нашей С вами Памяти Ну я имею Тысячи лет Назад Всего-то Навсего То есть Вполне Может быть Заканчиваю Эту тему Вполне Может быть Что Та Видимая Испещеленная Кратерами Поверхность Которая Сейчас Находится На видимой Поверхности На видимом Полушарии Луны Раньше Была Наоборот На невидимом Полушарии Земли Но из-за Эффекта Джанибекова Эти полушария Ось вращения Могла Немножко Сместиться Небольшой Ковырок И пожалуйста Из-за Из-за Асимметрии Очевидной Перед нами Предстало Совсем другое Лицо Этого Спутника Может быть Пройдет Миллионы лет Накопятся На обратной Стороне Луны На невидимой Стороне Луны Накопятся Асимметричные Выбоины И Картина Снова Изменится Может быть Но опять Вопрос Я снова Переадресую К Молодым Рвущимся На Луну Селенологам Которые Правда Еще не знают Что они Такой профессией Будут обладать Потому что Селенологов Еще физически Нет Но они Обязательно Появятся Полетят на Луну И ответят На эти И другие Вопросы На которые Я пока Так сказать Затрудняюсь Ответить А также На дверку В этот искусственный Спутник И познакомиться С теми Кто там сидит И наблюдает За нами Звать этих людей Будут Васями Ну к примеру А почему бы и нет Ладно Дальше Вопрос В эфир От Владимира Изматищ Был такой случай Пишет он Однажды В детстве Мы с другом Прочитали рецепт Изготовления Негорючего дерева Все сделано Как написано Теперь внимание В полнолуние В мартовскую ночь На северном склоне Оврага У кладбища Срубили березу Очистили ствол И сушили до осенью Осенью испытали Действительно Наше бревно Горело хуже Контрольного Обычного бревна Вопрос Вадим А ты какие-то Лунные технологии Испытывал Сам лично О как завернул Да Я бы сказал Бьет На луне На луне Березки не рубил Нет На склоне Северном Ну я опасался Что сейчас Он расскажет О том Что надо В лунную ночь Найти Труп Летучей мыши Черного петуха Нет Ну что-то Что-то Но он Такого не пусть Нет Ты о нем плохо думаешь Ну я Да Слава богу Так сказать Такие сложные Вопросы Еще не дошли Но К моему стыду Я В лунную ночь Вот такие Колдовские обряды И многие другие Не проводил Ничего сказать Не могу Что называется Черт его знает Если Ну с другой стороны Я считаю Хоть и может быть Звучит Это несколько Может быть Я не знаю Какова здесь Доля шутки Затрудняюсь сказать Но Надеюсь Что Человек Который задает Этот вопрос Все-таки Обладает Некоторой Самой иронией Вот И понимает Что Конечно Есть Шутки Но В каждой шутке Могут быть Доли Правды И Даже такие Ироничные Эпизоды Можно проверять Черт его знает И если Эксперимент Объективный То За этим Может что-то Крыться Вот Почему я так Осторожно говорю Потому что Многие Вещи Связанные С луной Лунатизм Самомбулизм И прочие Случаи Когда Явно Отмечается Корреляция Между Лунными Циклами И поведением Людей И животных Объективно Существуют В этом Сомнений нет Об этом Говорят Целые Поколения Целой Школы Зоологов Изучающих Жизнь Животных Многие Из которых Имеют Циклы Привязанные К луне Об этом Говорят Медики Вот Не так Давно Я беседовал Например С медиками Из скорой Помощи Как раз На эту Тему В преддверии Нашей Сегодняшней Лекции Я снова Задавал Им Хитрые Вопросы Коварные Вопросы О том Как увеличивается Статистика Вызовов В скорой Помощи В дни Полнолуния И новолуния И это Действительно Так То есть Подчеркиваю Конечно Если Перед каждым Новолунием Заранее Объявлять Так Милым Голосом Доброго Диктора А теперь Уважаемые Там Больные Люди Страдающие Сердечными И прочими Болезнями Мы вас Предупреждаем Что сегодня Будет Полнолуния И Количество Сердечных Заболеваний Будет В процентном Отношении Увеличиваться Если так Делать То конечно Кривая Вызовов Будет Возрастать В обязательном Порядке Вне Всякого Сомнения Но Так не Делается И поэтому Кривая Вызовов Все-таки Объективно И она Однозначно Говорит В пользу Этого Изменяется Кривая И количество Автоаварий Правда Здесь надо Заметить Конечно Нужно Делать Скидки На погодные Условия До того Чтобы Сравнивать Чтобы В вашу Статистику Не вкрадывались Влияние Погодных Условий Влияние Дни Недели Там И других Факторов Которые Безусловно Тоже Есть Но Качественное Научное Сравнение Не оставляет Нам Поводов Сомневаться Да Луна Влияет На Поведение Людей И На Количество Родов Среди Людей Если Кто-то Не верит Проведите Самостоятельное Расследование И с большой Долей Вероятности Проведя Достаточно Большую Выборку Даже Среди Ваших Знакомых На самом деле Нужно Выборку Сделать Очень Большую Ну Хотя бы Тысячи Людей Если вы Сделаете Такую Выборку Вы Заметите Что Количество Рожденных В полнолунии И новолунии Всегда Чуть Больше Чем В другие Дни Например В дни Второй И Четвертой Четверти Лунных То есть Дней Между Полнолунием И новолунием То есть В какой-то Степени Мы можем Сказать Что Часть Нас Большая Часть Людей Должно Быть Благодарны Луне Хотя бы За то Что Она Спровоцировала Небольшим Каким-то Довеском Какого-то Воздействия Природу Которого Мы Не Понимаем Она Спровоцировала Наше Рождение Вот Каким-то Образом Оказав Воздействие На наших Матушек Отчасти Так сказать Нервных Из-за Своего Такого Положения Они же Находятся В положении И Чутко Откликаются На внешние Раздражители Нервируются Из-за Любого Там Повода И без Повода И Поэтому Как На таких Нервных Беременных Женщин Воздействует Луна Как Она Их Нервирует При том Что Большая Часть Роженец Не Являются По профессии Астрономами И Не Наблюдают За Луной И Спросить Когда Они Видели Луну Спросите Себя Неважно Вы Беременная Женщина Или Обычный Мужчина Просто Спросите Себя Давно Вы Видели Луну И С большой Вероятностью Это Будут Членами Нашего Лунного Патруля Так Что Как Луна Воздействует Даже На тех Людей Которые За ней Не Наблюдают И Понятия Не Не Где Она Находится В какой Фазе Находится И Соответственно Что От нее Ждать Хорошего И Плохого Как Это Происходит Никто Не Знает Но Тем Не Менее Объективно Это Так С Этим Уже Статистика Но При Этим Объяснение Пока Это Не Найдено Как Это Использовать В своих Целях Каждый Пока Решает В меру Своей Продвинутости Конечно Этим Не Замедлили Воспользоваться Всякого Рода Экстрасенсы И И И Ж С ними Проводя Свои Обряды Вот Именно На Полнолуние Связано Это Естественно С тем Возможно Я так Для себя Объясняю Возможно С тем Что В эти Дни Усиливается Нечто Что В науке Пока Не имеет Определения А пока Оно Не имеет Этого Определения Каждый Объясняет В силу Своих Собственных Взглядов И теорий Но Как мы Знаем Человек Использует Даже Тот Чего Объяснить Не может Пример Поэтому Если мы Все Используем Электричество Но при этом Не понимаем Что это Такое Как мы Можем После этого Ругать И смеяться Тех Кто Использует Лунные Фазы Тоже Не понимая Что это Такое Если Что-то Из этого Получается Например В лунные Дни В лунные Фазы В полнолуние У человека Действительно Обостряются Экстрасенсорные Способности Если вы Так Намек Делаю Если вы Заняты Лазоходством Например И хотите У себя На даче Найти место Для колодца Но при этом Не уверены В своих силах Да даже Если уверены Если у вас Есть выбор По дням Не немедленно Это сделать Провести Поиски Колодца Место Для будущего Колодца А если у вас Есть выбор По времени Сделайте это В момент Полнолуния И я вас Уверяю У вас будет Результат Немножко Лучше Чем Чем Так сказать В обычный день Проверено На практике Регулярно Мы проводим Соревнования И тесты Среди Лазоходства Вот такой Феномен Выявлен Но как он Действует Еще раз Говорю Непонятно Понятно В общем Если у вас Чувствуете Чешутся зубы Увеличатся Размеры зубов Лапы Там как-то С когтями Проявляются Шерсть Растет То посмотрите На Луну Может быть Выйти уже пора Маленькое По скриптам Я обещал Что выложу Во время паузы Лунную карту К ответу На вопрос Есть ли Полосы По которым Летают НЛО На Лунном диске Вот я ее выложил Посмотрите Сами И ответьте Сами На этот вопрос Пока я Не вижу полос Но вполне Может быть По мере наполнения Этой карты Эти полосы Правятся Сейчас я ее выложил На своей личной Страничке Вконтакте Там в общем Сплошная полоса Получается Пока Пока не совсем Хорошо Так дальше Вопрос От Владимира Измытищ Вадим С научной точки зрения Луна Это раздражитель А все наши Теории про Луну Это реакция Млекопитающего На раздражитель Вот если выкинуть Уберите слово Млекопитающее Не только Млекопитающее Там ракообразные Рыбы Он говорит Про нас Про нас Конкретно Хорошо Мы же говорим Про себя Да Все наши теории Мы же не знаем Что там рыбы думают Все наши теории про Луну Это реакция Млекопитающего На раздражитель Вот если выкинуть Все эти теории В мусорку Что останется В сухом остатке Банальный Планетуэт Покрытый пылью Или не пылью Может быть Все теории про Луну Это попытка Обмануть себя Скрыть одиночество Человека В солнечной системе Так Например Ослика И ата Какой-то я грустный Сегодня Вопрос Нашего Уважаемого Радиослушателя Напомнил мне То что Когда Выходишь Один Или Во время Романтических Свиданий С кем-то На природу И наблюдаешь Луну Каких Только мыслей Не лезет в голову В том числе И такая Тоже могла Прийти в голову Так что Я не знаю Так это или не так То что она покрыта Пылью Сомнений нет Но Может быть Для этого Для того Чтобы человек Как человек Объяснил А может быть Для чего-то другого Ну Пусть каждый После нашего разговора Выйдет на улицу Посмотрит на Луну И найдет Ответ на этот вопрос Самостоятельно Хорошо Хорошо Я не против Я даже за Четырьмя лапами Только не войти на Луну Да Я смотрю У меня уже шерсть пробивается Но вот заговоришь Об этих оборотнях Потом сам в зеркало подходишь И пугаешься К зеркалу подходишь И пугаешься Вопрос в эфир От Михаила Из Казахстана Как вам идея того Что странные соотношения Угловых размеров Луны и Солнца И так далее Ничто иначе Как дизайнерский ход Наших создателей Ровно точно так же Как мы Люди строим здания В форме яйца Или дорожную развязку В виде цветка Просто потому Что функционалу Это не мешает Эстетически добавляет Но ты уже частично ответил Я думаю Да Да Я естественно Продолжу эту мысль Коротко Что за красотой Которую математики Дизайнеры Пытаются естественно Переложить на математический язык На язык цифр Порой скрываются Вполне очевидные Какие-то закономерности Там золотые сечения Там золотые числовые соотношения И прочее И вполне может быть То, о чем мы сейчас Там спорим Или там делаем догадки Что для нас не очевидно Но мы понимаем Что это красиво Вот когда Когда инженер говорит Глядя на создание своих рук Что это красиво Вот я знал Несколько таких инженеров Которые руководствовались Не формулами математическими А понятиями красоты Вот у этих инженеров Имена которых Знает весь мир Например, это Туполев Красивое всегда было Хорошим И вплоть до того Что Туполев говорил Что некрасивый самолет Летать не может А если самолет Вот создашь красиво То он обязательно будет Хорошо летать И вот возможно Что случай с Луной Он вот из разряда Вот этой самой красоты Для нас это просто красота Мы выходим И любуемся красотой А для инженера Это не просто красота Он это сделал Потому что Руководствовался Своими представлениями О функциональности Но, видимо Разгадка состоит в том Что мы, видимо Еще недостаточно Хорошие инженеры И поэтому Пока видим только красоту А функциональность Не видим Еще такое выражение Божественно Когда смотрит Так на что-то Божественно Это следующая стадия Функциональности Одно из проявлений Когда что-то Сверхъестественное Необъяснимое Красивое Непостижимое Но чувствует человек Что здесь что-то такое Сделано кем-то свыше Или чем-то свыше Или для чего-то Может быть свыше И на мой взгляд Как раз Когда мы говорим О каких-то пропорциях Которые закономерно Встречаются Практически везде Во всем То это, мне кажется И проявление То самое божественное О чем постоянно Гадают Кем это сделано Как хотите Только воспринимайте Но считайте Что божественно Ну, значит, хорошо Вы этим все и объясняете Другое дело Что когда вы Плюете на землю Или там Ковыряете Что-то Не по праву Не по праве Да, делать Какую-то дрянь То Понимаете Что вы нарушаете Чей-то труд Который Вот именно Может быть Божественным Трудом Может быть Я ничего не утверждаю И тем самым В общем-то Можете получить По мозгам За свои деяния Не хорошее Потому что Те, кто сумел Это все сделать Они, в общем-то И предусмотрели Защиту какую-то Элементарную Как известно Гадости всякие Они воздаются Я извиняюсь Я тоже самое Сейчас повторю Вот эту фразу Которая мне Очень нравится Я повторю сейчас В переводе Для авиаконструкторов Ну, в переводе На их язык Вот Красивые самолеты Инженера великого Гениального инженера Туполева Их много Но божественно Красивых самолетов Туполева Ну, я по крайней мере Знаю два Ну, это спорно Но для меня Божественно красивые Это Ант-25 И Ту-2 Первый Это Ант-25 Ну, все его знают Как самолет-рекордсмен На котором Чкалов Громов летали Второй Это, на мой взгляд Самый красивый Бомбардировщик Времен войны Вот это действительно Божественно Красивые самолеты Остальные Просто красивые Вот Извините Я перевел На язык Кто понял Тот Тот оценил Тот молодец Понятно Тот летчик молодец Летчик ас Ладно Ёлка Всем здравия Вопрос в эфир Первый Вадим Читали ли вы Глубинную книгу Владимира Петербрата Глубинная Нет, нет Глубинная Потому что есть Разночтение Кто-то говорит Глубинная Кто-то голубинная Значит в данном случае Глубинная книга Владимира Петербрата В ней идет речь Что Луна Это межгалактический корабль Я вот Ну не прям эти слова Но очень близкие К этому Употреблял уже Правда Все-таки Справедливости ради Ну я уважаю Всех авторов Тем более Таких Которые Видимо Очерпают Своё вдохновение Длинными Лунными Ночами Я думаю Что Этот автор Точно Не без этого Так сказать Вдохновение Получал Не буду Так сказать С ними спорить Иногда бывает Что Луна Подсказывает Гораздо более Интересные мысли Чем До этого доходят Просто мозги Без Луны Вот Я Этот термин Про Межгалактический корабль Выдвигал Но немножко Осторожно Я говорил И говорю сейчас Ну По одной из версий Может быть Я этого не исключаю Но Пока я Осторожно Все-таки скажу Мне кажется Что Луну Все-таки Притащили Откуда-то Хотя Опять же Тоже До конца Я в этом Не уверен Но Опять же Если Быть Не столь Строгим К себе Не столь Строго Следить За научными Термины А позволить Себе Такой Вот Полет Лунной Фантазии Лунной В смысле Рожденной Луной Фантазии Подсказанной Романтическими Лунными Вечерами То С таким Успехом Я могу Назвать И нашу Землю Галактическим Кораблем Ведь Мы Тоже На нем Пассажиры Этого Звездолета Знаем мы Этого Или нет Лунными Ночами Или Днями Мы Постоянно И спим И бодрствуем Но все мы Вместе На большом Галактическом Корабле Под названием Земля Летим По спирали Вокруг Центра Нашего Солнца А вместе С нашим Солнцем Вокруг Центра Нашей Галактики А наша Галактика Летит Вместе С нами Вокруг Центра Скопления Наших Галактик А та От центра Скопления Наших Наших Галактик Летит Видимо Так сказать Вокруг Какого-то Более Глобального Центра Притяжения Аттрактора Так это Так сказать Называется В общем Одним словом Куда мы летим На нашем Межгалактическом И уже получается Вселенском Корабле Вообще Так сказать Голова кругом Идет Так что Спорить здесь С авторами По-моему Бесполезно И глупо Может быть Они правы Может быть Не будем спорить Да И не будем спорить Елков Вопрос номер два Может ли Луна Иметь общее С легендами О Лапуте На которой Жил Бог И делал Ежедневные Облеты Над землей Вопрос Перекликается Да Вопрос интересный Лапутяне История С лапутянами Кстати говоря Описанная Свифтом Я думаю Что она Уже Не первое Поколение Исследователей Творчества Вот этого Удивительного Автора Который Это описывал Уже не первое Поколение Спорит Вообще Он это Придумал Или так Гениально Так сказать Описал Более чем Любопытно Ну Давайте Так сказать Сэкономим Время Кому Эта тема Вновь Кто первый раз Слышит О Лапуте И Лапутяне Просто Так сказать Подымите Загуглите Тему Свифта Большинство Этого Замечательного Автора Знают Только По малой Части Его творчества По Гулливеру И Лилипутам Ну Это Как бы Скать Лайт Версия Выхваченная Ну Самое простое Что взяли У него А на самом деле Гулливер Как герой Путешествующий В самых Экзотических Местах Вот В том числе И был И у Лапутян Только Как бы Если Читать Про его Путешествие К Великанам И к Лилипутам Можно На уровне Интеллекта Ребенка То Вот Именно Из-за Этого Эти части Путешествий Гулливера Мы и знаем В основном Из детских Книжек То О путешествиях К Лапутянам Это сложные Путешествия Там Надо Напрягать Мозги И Для детей Это Наверное Рано Читать Но Уважаемые Товарищи Взрослые Если Вы Этого Не читали То Вы Так сказать Немножко Потеряли Я думаю Что Нужно Вернуться Если Вы Уважаете Этого Автора Со Времен Детства И Путешествия Вот Тех Двух Путешествий О которых Читали Прочитайте И третье Во многом Так сказать Ну конечно С комментариями Умных Авторов Которые Объясняют Что речь Идет О неких Марсианах То есть Лапутяне С точки зрения Большинства Авторов Хотя Конечно Это спорно Это Марсиане Причем Там Очень Продвинутые Марсиане Они По крайней мере Знают О строении Марса О том Что у Марса Есть Два Спутников Ну Мы Их Название Знаем Как Фобос И Деймос Тогдашние Лапутяне Были Лучше Осведомлены Чем Лучшие Астрономы Того Времени В общем Одним Словом Почитайте И Получите Массу Удовольствия А может Быть Догадок Так что Звучит Смешно Для Слова Лапутяне Ну Согласитесь Есть Что-то В этом Такое Веселенькое Веселенькое Да Но Тема Совсем Не Веселенькая В общем Прочтите И удивитесь Как Времена Об этом Можно было Писать С такой Достоверностью Хорошо Идем дальше Вопрос эфира Расскажите Расскажите Про Гелий-3 Выгодно Ли Его Добывать Как Такие Решения Транспортировки Использования И так далее Да Сказали Пока На сегодняшний момент Это самое Убедительное С точки зрения Экономистов Самый убедительный Довод В пользу В пользу Полетов Рентабельности Полетов На Луну Но Судя по тому Что Еще не ухватились За это дело Если бы действительно Было рентабельно То это было бы уже Там Очереди стояли От желающих Вкладывать деньги Раз это Нет Значит Не совсем Это пока рентабельно Но Еще не вечер Будет И на нашей улице Гелий-3 Гелий-3 Да И будем мы его Потреблять В нужных количествах Вопрос Эфир от Олега Из Иркутской Есть версия Что кратерная Примерно одной глубины Есть такие То почему Что Луна Имеет искусственное Происхождение Что она полая Перевалочная база Других форм жизни И рудник Железных копаемых Планетарных масштабов Что добавишь Что опровергнешь Ну Мы уже говорили Да Мы частично говорили Об этом Ну Правда Я еще Один момент Одно из таких Новейших Открытий На этой удивительной Планете В космическом теле Я оговорился Не называют Луну планетой Одно из удивительных Открытий Последних лет Они открыли Круглые Вертикальные Отверстия До которых Солнечный свет Не добивает И поэтому Не видно Что там на дне Находится Вот эти отверстия Диаметром Несколько сотен метров Ну прям Вот Как какие-то Не знаю Гаражи Для Того Чтобы туда Залетать Прям На космических кораблях То есть То что они находятся Рядом с трассами Полетов Вот этих Полетов Или передвижений Лунных аномалий Движущихся Как бы Настраивает На мысль Как-то Не связаны ли Это вещи И не в этих Подземельях Пардон Не подземельях А под луньях Извините Если неправильно Это слово Пересказал Просто Придумал На ходу Не там ли Скрываются Эти Передвигающиеся Объекты Которые Внезапно Появляются На каком-то Этапе Например На том же Кратере Аристарха И проделав Путь По поверхности Луны Вдруг Незапно Так сказать И исчезают Мы на таком Разрешении Наблюдая Это с земли Не видим Объектов По размерам Сопоставимых Там вот Двухсотметровых Объектов Не видим Двести метров Это очень большая Величина Если я говорю О диаметре Этих Лунных Круглых Отверстий Их видно Только с Орбиты Луны Но Когда Фотографируешь С орбиту Луны Трудно Рассчитывать На Вероятность Заснять Рядом с таким Круглым Отверстием Еще и Движущийся Объект Пока не засняли Ну или по крайней мере Не идентифицировали Что ли Может засняли Но пока не понимаем Что именно Так что В наличии Вот таких Вот Недавно Открытых Я чуть не назвал Новообразований Мы не знаем Когда они Образовались Может они Существовали Всегда Может действительно Недавно Но Вот Как образовались Они Затрудняюсь Сказать Последнее Время Сплыл Интерес К подобным Же Образованиям У нас На земле Вспомните Год назад На Ямале Образовалась Сначала Одна воронка Похожая Тоже С круглыми Краями Тоже Вертикальная С вертикальными Стенками Тоже Ну правда Глубину Наших кратеров Наших отверстий Измерить Было Несложно Поскольку Там Подлетали К ним На вертолетах И подходили Люди Она Измеряется Там Десятками метров Ну это Очень приличные Такие дырки Как они Образовались Спорят До конца Как бы сказать Понимания Нет Те версии Которые Я слышал Которые Озвучивались В частности То что Там Газовыделения Приводят К появлению Таких пузырей Которые Лопаются В вечной мерзлоте И появляются Такие вот Образования Лично Меня Эта Красивая Геологическая Версия Не устраивает Хотя Может быть Что называется За ней Правда Хотя бы На том основании Что Такие же Геологические Образования Мы встречаем И очень далеко От вечной мерзлоты То есть Не только На Ямале Но например В тропической Гвадемале Где о вечной мерзлоте И слыхом Не слыхивали Следовательно Ну я так осторожно Так сказать Делаю Предположение Дело Здесь не совсем В вечной мерзлоте Но Что называется Если мы На Земле Еще Не разобрались С подобными Отверстиями То Могу ли я Претендовать На то Чтобы Считать Что знаю Почему образовались Эти отверстия На Луне Тоже не знаю Так что Полететь туда В кратеру Аристарха И залезть В круглую дыру Под поверхность Луны Чтобы посмотреть Что там находится Вот у меня Одна картинка Стоит в голове Но эта картинка Честно скажу Рождена Просмотром Фильма Звездные войны Когда Скрывающийся От имперского Крейсера Соло На своем Звездолете Тысячелетний сокол Ныряет В какую-то дыру И спасается От погони Потом Правда Эта дыра Оказывается Пастью Какого-то Межзвездного дракона Но Как бы Это уже Это уже Не важно Но Вот аналогия Нырнуть В какую-то дыру У меня есть Очень хочется Нырнуть В эту дыру Такое ощущение Что там что-то есть Но Пока Так сказать Пока мы не знаем Вот такая вот Загадка Новая Луна не перестает Нам подкидывать Такие загадки Я убежден Это не последняя Из них Ну давайте дальше Ну я думаю Что в Людям Черным Объяснили бы вот так Где-то там В болотах Марса Произошел выброс метана Был такой сильный взрыв Да Вот Узконаправленная Волна Дошла до Луны Ударила по ней Образовала дырку Дальше был отскок В нашу сторону И вот теперь Вот имеем что имеем И на земле Вот так вот Мы взаимосвязываем Наверное да А потом так Теперь смотрите Внимательно все сюда Сюда-сюда товарищи Да Ладно Так Виктор из Харькова Если у Луны Нет атмосферы То что За белесая дымка Видна прямо Вокруг Луны В полнолуние Что за белесая Еще раз Следите за руками Это называется Товарищ из Харькова С родины Того лунного Авторитета Про который Ссылался Архипова Спрашивает Про белесую дымку Вот теперь Уточните Пожалуйста Над Луной Вокруг Луны В Луне На фоне Луны Потому что белесые дымки Бывают разные Соответственно Ну написано вокруг Скорее всего Я понимаю Я не уверен Что понял вопрос Прямо вокруг Луны Если я его понял правильно То тогда речь идет О так называемом Гало Луны То есть это Оптическое явление К Луне Самой не имеющее отношения Поскольку Это оптическое явление В земной атмосфере Если товарища С нашего Харькова Кстати этот вопрос Удовлетворяет То пойдем дальше Да Я тоже об этом думал Иногда Фонарик когда светит Где есть дымка какая-то То вот это рассеивание Оно образует Некий такой ореол Вокруг Некий светящийся Что-то Что-то похожее Вариантов Гало Огромное количество И Вот Самый известный Из видов Гало Который мы уже Называем не Гало Он имеет собственное название Самый красивый Вид Гало Называется Радуга Тоже так сказать Один из подвидов Ну вот Насколько он красив Безумно иногда красив Нет Божественно красив Мы же договорились Что Это следующая степень Красоты Вот Радуга Это божественное Гало Божественно красивое Гало Да Хорошо Владимир Вот непонятно Когда мы говорили Про полеты На Луну Наших товарищей Из Американских Штатов Соединенных Он написал Вот только непонятно Где двигатели На которых они летали На Луну У нас они сейчас Ведь покупают И как быть Солнечной радиацией То есть Скорее всего На скафандре Указатель Но мы об этом Мы уже поговорили Я задавал вопрос Я надеюсь Да Мы прошлую передачу Об этом касались Двигатели К слову сказать Были В этом нет Ничего удивительного По крайней мере Я И многие другие Поколения Студентов И аспирантов Московского Авиационного Института Конкретно Факультета Космонавтики Если нас Слушают Выпускники Моего вуза Я всем передаю Привет И они Не дадут Мне соврать Вспомните Пожалуйста Какие Классические Примеры На семинарах И И занятиях По космическим Технологиям Мы разбирали По косточкам Вот буквально По косточкам Среди таковых Естественно Обойти не могли Мы разбирали Обучаясь В специальности Конструированных Проектированных Космических аппаратов В том числе Ракету Восток Раз И ракету Сатурн Пять Вот два Классических Примера Которые Разбирали Буквально До детального Поэтому Если уж Студенты Разбирали Поверьте Это означает Что разобрали Перед этим И профессора И Доценты С кандидатами Разбирали Тоже Поэтому Ничего Неизвестного Каких-то Тонкостей Технологических Которые Нам неизвестны Остались Неизвестными Из-за Ленности Наших Разведчиков Там просто Нет Разобрали Все Что можно Разобрать И Чертежи Так сказать Привезли В самом Лучшем Качестве Так что Кто-то Хочет Выяснить Этот вопрос Более точно Из чего Состояла Ракета Какие Двигатели У нее Имелись Хватало ли Мощности Этих Двигателей Для того Чтобы Поднять Корабль С небесного Тела С притяжением 0.6 Вернее В 6 раз Меньше От земного Если кто-то Хочет Разобраться В этом вопросе Идите Обучайтесь На факультет Космонавтики Вам все Там по полочкам Разложат Делов то всего Поступить В институт Сейчас кстати Проще поступить Пользуйтесь Моментом Когда начнется Лунная эпопея Поверьте Спрос будет большой Спрос будет больше И конкурс будет больше Спешите сейчас Всегда мудрые люди Говорят В кризисы Надо учиться В кризисы Когда спрос Маленький Потом Когда кризис Проходит Все начинают Специалистов искать Которые бы там Участвовали А вы Тут Раз уже Готовы Пользуйтесь Вопрос эфира Время обращения Вокруг земли Осколки Одного из этих Спутников Найдены На земле Допускаешь ли ты С научной точки зрения Что на орбите земли Было еще два спутника Не нарушает ли это Версия якобы Физики Гравитации Или еще Каких-нибудь законов Дисциплин Благодарю Значит Внимательно Выслушал Я Ну В теме Что называется Разумеется Я не претеную На то Что знаю Как называли Землю раньше Как называли Луну Раньше Здесь что называется У каждого Своя может быть Точка зрения Но Одну вещь Крамольную Я скажу Я Не думаю Что можно говорить О трех лунах Поскольку Ужас Сейчас Я так думаю У многих Закипит мозги Сейчас известно Шесть лун Я не оговорился То есть Мы Всю передачу Посвятили Одной Единственной луне И всегда Я говорил Луна Подразумевая Единственную Неповторимую На самом деле Справедливости ради Надо сказать Луна Как имя нарицательная Это Самая большая Самая большая Из естественных Спутников Который виден Человеческим глазом Помимо него Есть еще Пять Маленьких Естественных лун Надо заметить Что наши Спутники Иногда Тоже называют Лунами Добавляют Искусственная Луна Я сейчас Не о них Я сейчас О естественных Лунах Те которые Ну вот Природные Луны Помимо Луны большой Крутится еще Пять маленьких Они Небольшие Правильно Назвать Чтобы Стало понятно О чем идет Речь Их сравнить С астероидами Небольшими Размеры Этих Астероидов В общем Не очень Впечатляющие Если они Успокою всех Если они упадут То К всемирной Катастрофе Не приведут Это такой Тунгусский Взрыв Может быть Но не более того Значит Вращаются они По разным Орбитам В том числе И нестабильным Вполне Может быть Так что Некоторые Из лун Из этих Со временем Уйдут Земную Орбиты Поскольку Вращаясь По сложной Схеме Они испытывают Они Не находят Стабильного Положения Стабильных Положений Вот Между Луной И Землей И вообще Так сказать В системе Земля-Луна Есть несколько И в этих Стабильных Положениях Эти точки Называются Точками Лагранжа В большом Изобилии Крутится Много Разной Дряни Ну там Мусора Пыли И мелких Камушков В этих Точках Лагранжа Устойчив Можно например Поместить Спутник И он оттуда Никуда не денется Как из воронки Вот Если затягивает Какой-то мусор Там Легкий В водяную Воронку То он очень Если воронка Не сильно Втягивается Так С маленькой Скоростью То мусор Там задерживается Навсегда Вот Эти точки Лагранжа Можно с такими Ловушками Сравнить Гравитационными Если туда что-то Попадает То оттуда Уже не девается Вот если Луны Естественные Искусственные Попадают В эти точки Лагранжа То они Навсегда Там останутся А если Они вращаются Там Не попадая На точки Лагранжа То Эти орбиты Делаются Нестабильными Так что Скорее всего Правильнее Сказать Количество Спутников Естественных Спутников Земли Меняется Со временем Сейчас В настоящий Момент Их шесть При этом Нет уверенности Что Мы знаем Все Ну Я же Не говорил О всякой Мелочи Там Метровых Каких-то Камушках Это уже Так сказать В счет Не идет Их наверное Там И побольше Будет Я говорил Только О приличных Каменюках Астероидах Вот Если их Шесть Сейчас Вполне Может быть Что в прошлом Было Три А может Быть Тридцать Вот На это Я к сожалению Ответа Дать не могу Я дал Ответ По состоянию На сегодняшний День Как мог Ну Здесь Надо еще Предположить Следующее Что Опять же Если Мы Отталкиваемся От каких-то Писаний Древних На которые Указал Автор этого Вопроса Олег Заркутский То в этом случае Надо понимать Что Луны эти Разрушались И Вполне Возможно Что Как раз Эти маленькие Астероиды Могут быть Как раз И Осколками Тех Лун Это во-первых Во-вторых Мы же Еще не знаем Более древней Какой-то Истории Миллиард лет Что здесь было Может На самом деле Вращалось Десяток Лун А может Вообще Ни одной Не было Там Формировалось Может Те Кого Называют Богами Сюда Притаскивали Потихонечку Размещали Все это Дело Опять же Так что Здесь Можно Гадать Думать Но Писания Есть Какие-то Сказания Древних Народов Тоже Есть Записанные Какие-то И сказки И еще Чего-то К этому Можно Прислушаться Делать Какие-то Выводы Ну например То же самое Шумгит Если взять Все же говорят Какое-то Неестественное Для Земли Вот это Происхождение Шумгита И когда Ученый Начинает Разбирать Где он Находится Когда примерно Возраст Когда он Появился И вот Эти писания Когда сравнивают Примерно Разрушение Той Луны Которую Называли Леле Падение Примерно В те места И понятно Что Как-то Сходится Даже Эти предания Которые В общем-то Сначала Можно подумать А так Сказки А когда Начаешь Разбираться Под опытом Те же самые И так далее Ну сходится Что-то Как-то Вот Выдумка Выдумкой Сказка Сказкой А вот Как-то Пересекается Ладно Идем дальше Есть Идем дальше Элла Есть Все основания Что на Луне Уже Существуют Станции Других Цивилизаций Но люди Не могут Заявить Своего Присутствия На Луне Так как Очень Агрессивная Цивилизация Станции могут быть Почему нет Луна В общем Достаточно Большое тело Там Дивизии Таких Города Целые Могут быть Спрятаны Но В этом Естественно У меня Оптимизм Совпадает С Оптимизмом На нашей Радиослушницы Но Насчет Пессимизма Что они Агрессивны Я резко Против Не-не Агрессивные Нас называют А Нас Агрессивные Тогда мы Не пускают Да Тогда возражений Нет То есть Она сказала Вот там Все есть Уже Не наше Но туда Нас не пускают Потому что Слишком Мы Агрессивная Цивилизация Так Вопрос Эфир от Михаила Из Казахстана Совпадает ли Местоположение Лунных Тоннелей С местами Неоднократных Наблюдений НЛО Да Я сказал Именно так Да Идем дальше Только слово Тоннелей Я не употреблял А в остальном Да Идем дальше Вопрос Эфир от Олега Из Иркутска В древние времена Некоторые Источники Повествуют Что люди Обладали Такими свойствами Как левитация Есть и в русском В языке Термин Воздухоплавание В современное время Ряд ученых Своими опытами Уже довели Вес человека До нуля Возможно ли При дальнейшем развитии Изменения гравитации И внедрения ее Уже в космической Технологии И как конкретно И в какой Агрегатной Базе Корабля Будущего Ее можно приспособить И использовать Благодарю Олега Из Иркутска Ну Антигравитация Когда Антигравитация Будет Освоена Безусловно Использовать В аэрокосмических Транспортных Средствах Ее Будет Не то что Можно Она просто Напрашивается Ну В первую очередь Для этого Это на мой взгляд Может быть Я просто В силу своей профессии Как бы Ее Только в этом Ключе в первую очередь И вижу Наверное Люди Других профессий Свои примеры Приведут Но В любом случае Для меня Это вполне Естественно Правда Я вовсе Не Утверждал И не утверждаю Что только Так сказать За антигравитационными Двигателями Будущее Я Намек Такой Не все могу Говорить Но Маленький намек Скажу Вот Прошлый Эфир Я намекал О том Что Идут Опыты По телепортации Телепортационный двигатель Для Аэрокосмического Корабля На мой взгляд Еще Лучше Это Следующий Уже Шаг И следующее Поколение В деле Аэрокосмической Техники Я Такой намек Делал Что идут Такие эксперименты Вот Вчера Я интересовался Ходом Этих Экспериментов И Мне Намекнули Что Эксперименты Удачные Вот Более Ничего сказать Пока Не могу Можно сказать Что будущее Будущее Рождается Буквально На наших Глазах Оно Не всегда Видно Но Вполне Может быть То Что мы Сейчас В прошлом Часе Так долго И упорно Самозабвенно Расписывали Почему сейчас Нерентабельно Летать на Луну Да потому Что Нет таких Целей Которые бы Окупались Но при этом Я говорил А вот если Летание на Луну Станет Дешевле А оно Обязательно Станет дешевле Я говорил Тогда Да так сказать Эти полеты Станут Тут же Не просто Рентабельными Они станут Естественными Вот Считайте Что Это Один из Одних Из тех Путей Которые Могут Сделать Эту проблему Вполне Разрешимой Вполне Может быть Что Через Н количество Лет Полеты На Луну А также На Марс На Альфа Центавра И далее Везде Станут Более Чем Прозаическими К слову Сказать Сегодня Кто Не знает Сегодня Была Запись Передачи Которая Выйдет На следующей Неделе На ТВ Мир Есть такой Телеканал И Там Обсуждался Ну конечно Шоу Есть шоу Телевизионное К нему Так сказать Больших претензий Предъявлять Глупо Понятно Что Это больше шоу Чем Объяснения Научные Но я все-таки Два слова скажу О сегодняшней Съемке Вы ее увидите На следующей неделе Наверняка Она будет Выложена в эфир Тема этой передачи Сводилась к тому Когда мы полетим На Марс Непосредственной Причиной Явилось то Что Вот Вы наверное Знаете Один из Американских Миллиардеров Макс Надо сказать Не Успешных Миллиардеров Которые испытывают Час В частном На частной фирме Испытывают Космические корабли Он Предложил Способ Заселения Марса Но Тот вариант Заселения Марса С помощью Современной Читай Неэкологичной И неэффективной Ракетно-космической Техники Использующей Современные Жидкостные Ракетные Двигатели Для меня Они конечно Вверх Технического Прогресса Но Для Звездной Экспансии Это Такая Это даже Не паровоз Это хуже Это Телега Которая Не способна Осуществить Те наши Грандиозные Космические Задумки О которых Мы Говорим Вот И На тех Ракетах На которых Этот Миллиардер Пропагандирует Это Это Бессовестная Даже Не популяризация Скорее Дискредитирование Темы Это невозможно Сделать На телегах Вот Но Стоит только Уйти От Современной Техники К технике Следующего Поколения И Эта Экспансия Станет Вполне Естественной Ну К радости Своей Добавлю Что На этой Передаче Голоса За То что Надо лететь На Марс И Голоса Тех Которые Говорили Не надо Лететь На Марс Разделились Примерно Поровну Для меня Это Большой Большая Радость Лично Для меня Доставила Потому что 15 лет Назад Когда я Участвовал В точно Такой же Передаче Только Она проходила В здании Светлом Здании Московского Государственного Университета Это На порядок Более Авторитетно В научном Плане И Заведение И Передача Там Естественно Делалась Более Наука Емкая И Участников Там Набрали Сплошь Из Космических Отраслей То есть Я тоже Туда попал Именно Как Человек Имеющий Профессию Космическую Но К моему Удивлению И Почти Переходящему В ужас Оказалось Что я был Единственным На той передаче 15-летней давности Кто говорил о том Что надо лететь на Марс А все остальные Видимо Сказался Конечно Кризис 90-х годов Вот этот Страшный 90-е Все остальные Говорили Что давайте Сначала Пенсии Выплатим Давайте Сначала Накормим Детей Вылечим Больных И так далее Конечно Все Они Безусловно Были Правы И это Тоже Надо Делать Но Черт возьми Так Между нами Говоря У нас Проблем На земле Конечно Огромное Количество Но Все Таки Земные Проблемы Не Не Являются На мой Взгляд Причиной Не Лететь В Космос Наоборот Они Должны Подстегивать Решение Технологический Технологический Прогресс О котором Мы Говорим Всю Эту Передачу И Рано Или Поздно Конечно Это Будет Сделано В Каком Виде И Когда Ну Это Спорно Я вижу Это В Телепортационных Технологиях Или Может В Ронопортационных Кто-то Видит Это В Другом Виде Но В любом Случае Я Убежден Что Среди Наших Радиослушателей Есть И Такие Которые У Которых Это Ляжет В Нужное Место Можечка И Будет Свербить Всю Жизнь И Может Быть Решить Вопрос С Выбором Его Судьбы Наверняка Среди Наших Радиослушателей Есть Такие Которые Лет Так Через Надцать Сидя На Своей Базе Где-нибудь В лунном Море Спокой 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 Глядя На Землю Плывущую Над Окном Их Уютной Спаленки Будут Говорить Блин А меня Ведь Сюда В эту Красивую Местность Позвала Передача Которую Я Когда-то В молодости Послушал На Славянском Радио Когда Говорили О Тайных Загадках Луны Если Так Произнесут Лет Через Надцать Кто-то Из наших Радиослушателей Я буду Считать Цели Нашей Передачи Выполненной Ну С вашего Позволения Давайте Вернемся К вопросам Да Вот Ты говоришь Там Слушатели Ведь Аудитория Достаточно Благодарная Здесь Потому Что Те Кто Интересуется Наследием Предков Древностью Какой-то Ну Вообще Интересуются Откуда Мы И кто Так Или Иначе Читают Какие-то Предания Былины И все Такое С этим Обязательно Приходится Сталкиваться И очень Часто И в ведической Культуре И в каких-то Сказаниях Говорится О каких-то Телепортационных Таких Устройствах Которые Врата Между Мири Или еще Как-то Они называются По-разному В разных Преданиях Так что Нисколько Не удивлюсь Если на самом Деле Это когда-то Было А ведь Все новое Это когда-то Хорошо Забытое Старое Так что У нас все еще Впереди Ребята Я даже С вашего позволения Больше скажу Некоторые Термины В изобилии Используемые Научные термины Технические термины В изобилии Использующиеся Сейчас У нас На самом деле Достались нам От наших Предков Например Термин Самолет Это очень Древний Термин Который Существовал Задолго До того Когда появился Как мы считаем Первый самолет В мире Под Конструктором Можайского В 1885 году Если мне не изменяет Память То есть Следовательно Первые самолеты Я намекаю Были Задолго Так сказать До Рождения Тех самых Былин Ну точнее Может быть Былины Родились Под влиянием Появления Этих самолетов Но По мере Появления У нас Новой техники В том числе Телепортационной Вполне может быть Что у нас Появятся И термины И тоже Мы воспользуемся Терминами Которые тоже Любезно Наши предки Так сказать Приготовили Для нас В своих Былинах Так что Изучайте И матчасть Я имею в виду Под матчастью Былины И изучайте Современные Научно-технические Веяния Не или Или Ни в коем случае Я Не уподобляюсь Тем Кто Отвергает Что-то одно Да-да-да Что-то За одно Хватается Занимайте Если вы хотите Добиться успеха Изучайте И то и другое Ну вот Если так уж Рассуждать Ты правильно поднял Мне кажется Тему Ковер Самолет Многие говорят Ну какая-то там Непонятно что Представляете Какой-то такой Коврик Коврик Который на стене Висит Или под ногами Но ведь это же Если представить Представьте Площадка Ну ковер Ровный Какая-то Ну может что-то На ней лежало Чтобы сидеть Было удобно Площадка Которая могла Левитировать Подниматься И могла куда-то Перемещаться С системе Или с тем Что на ней Наложено Или кто-то На нем Сидит То есть это Такой уровень Техники Которая сейчас Нам даже Не снился Какие-то там Самолеты Которые ревут Над нами Брызгают Всякой дрянью Сжигая ее Летают И очень дорого Стоят И еще Катастрофа Постоянно происходит А это Левитирующая Такая площадочка Встал на нее Или сел Или лег И перемещаешь Сколько тебе надо То есть Уровень Технического Оснащения Древних Былин Преданий И там Ведических писаний Он указывает Что был намного Они указывают Что он был намного выше Чем даже сейчас Мы себе Об этом можем Представить Мы только сейчас Помышляем Что хорошо бы Такие вещи делать Хорошо бы Такие вещи иметь Хорошо бы При помощи их Что-то там И так далее А это все Об этом сказке Рассказывают Былины рассказывают Писания рассказывают Ну разберитесь Как это все работает И все это Причем Если это существовало То оно же Во всяком случае Тогда и землю матушку Не портило И не отравляло Нашу землю Не отравляло Нашу воду Зверушек не убивало То есть Вот вам выход Из ситуации Технократической И несколько другой Ну ладно Идем дальше Два слова еще По поводу Ковер самолета Если Наши радиослушатели Знают Ковер самолет Там По Ну там По мультфильму Например Про Аладина Я Сразу предупрежу Это не есть Русский Ковер самолет Это есть Современно Мультипликационная Его приложение Если кто-то Хочет посмотреть Как выглядит Ковер самолет Древнерусский Ну я догадываюсь Совсем древнерусские Изображения Ну Либо не сохранились Либо мы их даже Интерпретировать не можем Как Ковры Именно Самолеты Но В Восемнадцатом И девятнадцатом Веках Художники Изображавшие Ковры Самолеты Изображались Их С некими Устройствами Так Отдаленно Напоминающие Самовары Установленные В центре Этих Самых Ковров То есть Ковры Без Устройств Напоминающих Самовары То есть Самовары Это достаточно Сложное Техническое Устройство Ну да С точки зрения Художника Того времени Нечто там Так сказать Сложное С какими-то Заслонками С какими-то Рычагами Там Ручками Там Ну Добавляли Для Так сказать Пущей Эффектности Добавляли Трубу Там Дым Ну Чтобы показать Что что-то Работает Там Кипит Клокочет Сердце Двигатель Мотор Там Ревет Наверное Вы Вот теперь Так сказать Немножко Остановившись На этом месте Если Ковер Чудодейственный То нафига Ему Для полета Некое устройство Напоминающее Самовар Понимаете Для меня Вот такое изображение Говорит Что ковер Самолет Не чудодейственный Он летает Непосредством Некой сказочной Силы Он летает Посредством Какой-то Технической Технического Секрета Который Был Известен Конечно Нашим Предкам Но который В силу Дремучести Был утерян И потом Уже изображался На уровне Самовара Потому что Что такое Самовар Знали А что такое Мотор Не авиационный А аэрокосмический К слову сказать Я видел Присутствовал На испытаниях Антигравитационного Двигателя Физика Полякова Ныне Покойного Вы знаете Если Ну кто-то видел У меня Я выкладывал ролики Я снимал на видео Эти Опыты Кто видел Этот двигатель Ну конечно Несовершенно Он не может Как ковер Самолет Подымать Себя Обезвечивать Но Что-то мог Он Там небольшое Обезвешивание Было Процентное Но Что интересно Он был Как две капли воды Похож на самовар Ну считайте Что это случайно Совпадение Не более того Продолжаем дальше Если мы Вимани Кушастра Посмотрим Там многие рисунки Так же похожи Как-то Не на очень Какие-то космические корабли На что-то такое Приземленное Какие-то торчат То там Весла торчат То там Крылышки какие-то Торчат Еще что-то Ну Во все случае Множество описаний В индуистской Литературе Сохранилось Если мы Поймем Откуда Все туда пришло То поймем Что Те проекции Которые Они Уже Изображали На свой Взгляд Скорее всего Имели Какие-то Прообразы Более Совершенные И там Не только Вот этим все Уграничилось Веслами Крылышками Но это Ладно Отдельная История Если вы Видите Нарисованный Самовар Не надо Думать Что древний Художник Был туп И считал Что дровами Которые топятся Самовар Можно Приводить В действие Самолеты Просто Так видел Художник Да Ну что-то Не можем Объяснить Поэтому рисуем Как можем То что называется Дальше Михаил Задал такой вопрос Интересует Колебание режима Смены температуры Которая влияет На самочувствие Космических путешественников Когда они Облетали Луну И он дальше Здесь приводит Целую выдержку Из 11 класса Ну астрономия 11 класса Воронцова Или Минова Где-то там Рассказывается О метеорах Который бьет Там в Луну Там расщепляется И создается Там то-то-то-то Потом это слеживается Образуется То-то-то-то Там такая плотная взвесь Не буду все пересказывать И температура В общем там В подсолнечной точке Получается Плюс 120 градусов А где нет солнышка Там 170 С учетом того Что на Луне Сутки длятся Примерно Ну лунный день Примерно Две недели По земным суткам Да верно Ну с благодарностью Я услышал С вожделением Услышал фамилии Классика Воронцова Вильяминова По книгам И учебникам Которого Воспитывалось Мое поколение С радостью говорю Астрономия Возвращается В школы В средние Наконец Спустя так сказать 20 нелегких лет Или больше даже Как ее изгнали Из школы Так что Да здравствует Воронцов Вильяминов Благодаря которому Мы естественно Вот такие тонкости Знаем Вот Возвращаясь к вопросу Как влияют Такие перепады Температур Ну как практика Показывает Влияет Очень не сильно На уровне Да Для фотографа Это почти фатально Это к вопросу О том Как тяжело Было Снимать Фотографии На Луне Астронавтам Там побывавшим Это объясняет Почему у них Плохо выходили Снимки Потому что Даже если Послали Профессиональных Фотографов У них бы Тоже Получалось Получалось Плохо Ну по крайней мере Первые дни Пока они Не научились бы Не набрали бы Нужного опыта Почему Потому что Профессиональные Фотографы Набираются Опыта В земной Атмосфере Где есть Дымка Где есть Вот Свойства Атмосферы Разглаживающие Там Световые Контрасты А на Луне Этого ничего Нет Там очень Все контрастно И вот Для фотографов Там проблем Было больше А для Астронавтов Хотя Это Изначально Считалось Очень Сложным Очень Очень Опасным И Первые фантасты Которые Описывали Первые полеты На Марс На Луну В данном случае Про Марс Мы Сегодня не говорим Они в частности Вот упоминали Такое Новшество Я помню Читал Фантастическую Повесть Американскую О полете На Луну Эта Повесть Была Написана В какие-то Очень лохматые Годы И там Автор Описывал Что Американские Астронавты С удивлением Сначала Смеялись Над глупыми Русскими Почему У них Скафандры Черно-белые Одна часть Скафандра Черная Одна часть Белая Но это Фантастическая Литература Подчеркиваю В реальности Такого Не было И не будет Объясню Почему Они сначала Смеялись Над глупыми Русскими А потом Глупые Русскими Объяснили А вы вот Когда Выходит Солнце Что делаете Американцы Говорят А мы Прячемся В корабле Потому что Очень быстро Перегревается Скафандр А мы Говорят Глупые Русские Когда Скафандр Перегревается Мы Поворачиваемся К Солнцу Белой Стороной И Скафандр Остывает А когда Мы Охлаждаемся То есть Замерзаем Мы Поворачиваемся Черной Стороной К Солнцу И он Нагревается И Становится Комфортно Умные Американцы Сказали Ну в этой книге Ну надо же Как вот Русские Значит Так придумали Ну так было Вот так Представляли Опасности Вот этих Контрастов Тепловых В цифрах Они выражаются Следующим образом В тени Минус 180 На Солнце Плюс 180 Извините Более Чем Контрастный Душ Конечно Кажется Ну я не знаю Трескаться Вот сейчас Все будет Просто Созвоном Разлетаться Но в реальности Технологии Оказались Более Продвинутыми И современные Скафандры Прекрасно Выдерживают Эти перепады Научились В наших Ведомствах В скафандрах В скафандровых Ведомствах Довели До совершенства Этих технологии Внутри Внутри Скафандров Есть Водяное Охлаждение Которое Там В нужный Момент Нагревает Воду И распространяет Ее По Скафандру То есть Буквально Скажем так Буквально Человек В таком Скафандре Таскает С собой Водяное Охлаждение То что Вас В Зимние вечера Нагревают Ваши комнаты Вот эти Водяные батареи А в жаркие дни Охлаждает Ваши комнаты Вот эти устройства Фактически Каждый космонавт Имеет при себе И оказалась Вот такая мелочь Вроде бы Но Но Полностью Эту проблему Сняла Поэтому Скафандры Выдерживают И работу На МКС На Мире Или на Салютах Даже уже тогда Выдерживали И на Луне Так что Некоторые опасности Которые мы Как бы Знаем о Луне Мы слишком Привеличиваем Это тот случай Когда Глаза боятся Руки делают И когда сделают Руки Оказывается Не все так и страшно Да радиация там тоже есть Но тоже Оказалось Не так все Уж Критично Оказывается Свинцовые Стенки Там же отсутствует Атмосфера На Луне Которая У нас на Земле Защищает нас От радиации Да отсутствует Гулять по Луне Несмотря на отсутствие Вот такого Так сказать Такой защиты Конечно Не совсем Приятно Но это не более чем Опасно Ну или так скажем Не сильно больше опасно Чем допустим Летать На авиалайнерах Когда вы летаете Пассажиром Или пилотом В авиалайнерах Вы тоже получаете Приличную долю Радиации Но Как показывает практика Это вполне Так сказать Переносимо Ну в определенных рамках Ну да Чуть раньше Выходят на пенсию Пилоты И стюардессы Многие из них Доживают До очень седых времен А вот во время Солнечных вспышек Гулять по Луне Не надо Не рекомендуют Врачи Но для этого Нужно спрятаться В лунной базе И оказалось Что свойства Лунного грунта Таковы Что достаточно Насыпать На крышу Вашей лунной базы Всего Полметра Лунного грунта И это снимает Все вопросы То есть полметра Лунного грунта Заменяют Сотню километров Лунной Извините Земной Атмосферы Защищающей Нас От Солнечной Радиации То что Нас защищает Сто километров Атмосферы То же самое Делает Пятьдесят сантиметров Лунного грунта Так что По мере Улучшения Наших технологий Будут Сниматься Многие Те Страхи Которые Которыми Мы сами Себя пугаем Что Ну Не стоит Цоваться На Луну Мы обязательно Туда придем И все проблемы Не спеша Решим Ну В таких Лунянках Жить будем Где сверху Лунный грунт Землянка Лунянка Все верно Ну И очень интересно Получается Если лунный грунт Настолько уникален Что он защищает От радиации Так Тогда Еще больше Подтверждается Версия Что Луна Это некое такое образование Где все предусмотрено Где есть защита Где есть Траектория специальная Вращение Скорость Масса И так далее В общем Все больше и больше Мы подходим к тому А вот Не случайно ли это Когда-то рассказывают Там казусы какие-то Вот не вспоминается Анекдот Советских времен Когда приходит К космонавт Человек Из политбюро Говорит Значит Американцы На Луну полетели Мы решили Политбюро Значит СК КПСС Сделать ответный ход Полетите на солнце Вы что Говорит Мы же там сгорем Что вы думаете Политбюро Дураки что ли Ночью полетите Я к вопросу Продолжение этого анекдота Конечно Наверное Многие его слышали Этот анекдот Но немногие Слышали Что год Или два года Назад По северокорейскому Телевидению Передавали Историю Что северокорейский Космонавт Высадился На солнце Это великое достижение Научно-технического Прогресса Северной Кореи Вот Правда Откровенно скажу Я сам Этой передачи Не слышал Может быть Так Злые языки Так сказать Наговаривают На корейцев Да не Не наговаривай Там Ким Ир Сен Но все-таки Было солнцеподобное Об этом все знают Так что все нормально А может быть и так Если нас слушают Северокорейцы Пожалуйста Так сказать Пришлите нам Ссылку реальную На вот этот случай Высаживался ли реально Космонавт Северной Кореи На солнце Или нет Да уж Будьте любезны Это очень интересно Мы очень хотим знать Ваше мнение На это все Ладно Хорошо Гриф В общем Написал следующее Я лет 10 назад Скачал с торрента Там все видео Наса выложены Были В высоком качестве 50 гигов С гаком На видео Были и НЛО Вокруг корабля На съемках Обратной стороны Видны купола На одном из наших Нашел закрытый В грунт Зарытый в грунт Корабль Ветеринаобразной формы Виден отчетливо Так что Ни с чем Его не спутаешь Замечательный вопрос Просто так сказать Спасибо И в таких случаях Говорят спасибо За хороший вопрос Ну Сразу скажу Идея Зарывать в лунный грунт Базы Естественно Она не мне первым Пришла в голову И не буду уж Привеличивать Своё Как бы сказать Свой вклад В это дело Хотя Хотя Вот в пору Своей работы В мои Я не без гордости Скажу Я За проектирование Лунной Обитаемой базы Тогда Был такой заказ Я даже Получил В качестве премии Ну Я даже премию Получил И на эту премию Я купил Первую Среди моих знакомых Вот ни у кого Не было А мне очень нужно Было Для Для экспедиции Я купил Отличную На тот момент Видеокамеру Хитачи Такую надёжную То что нужно Для экспедиции Я её даже В вулкан Опускал На верёвке Эту камеру Она спускалась В вулкан Снимала Там я её доставал И даже это выдерживало Так что Так сказать Честь и хвала Этой надёжной технике А заслуга В этом Именно Лунной обитаемой базе Где Уже К тому моменту Было известно О хороших свойствах Этого лунного грунта И я её С успехом Это кстати в проекте Конечно Он не был реализован По понятным причинам Но это не говорит о том Что Кто-то другой Там Внеземные цивилизации Те же Если они Построили Свои Обитаемые базы На Луне Я естественно Как вы понимаете Не думаю Что они Глупее нас С вами И не знают Про Необходимость Зарывать Свои Свои базы Грунта То есть Я к тому Что если Кто-то Ожидает Увидеть Пятиэтажные Дома Двенадцатиэтажные Двенадцатиэтажные Да Я сильно Сомневаюсь То есть Лунные базы В моем понимании Это нечто Очень сильно Напоминающее Руины То есть Руины Это как правило Очень сильно Замусоренные Там Оплывшие Какие-то Очертания Там Домов Вот Если дома Засыпать Грунтом Получится То что Напоминает Руины Вот пусть Вас Вот это Совпадение С руинообразными Очертаниями Не смущает Это как раз Если вы видите Нечто Засыпанное Грунтом Не называйте его Землей Грунтом Лунным Это вполне Может быть Не признак Древней Разрушенной Какой-то Цивилизации А вполне себе Действующей Какой-то Инфраструктуры Под Луной Но это Как бы сказать Конечно Предположение Не более того Пока не Приземлился Не Ошибочно Сказал Приземлился Пока не Прилунимся Рядом И не Постучимся В дверь Не узнаем Извините Вот Так что Давайте тоже Этот вопрос Оставим На будущее Дальше Вопрос эфира Дмитрия Все Я чуть не забыл Сказать еще одну Фразу У него Прозвучало Что Видел он На видеозаписи Некое Веретенообразное Тело Лежащее На поверхности Луны В грунте В грунте Ну на грунте На грунте В грунте Веретенообразной Фрунте Зарытый В грунт Корабль Веретенообразной Формы Я Несколько Вариантов Возможного Ответа Здесь вижу Если речь идет О подделке Которую сделали Очень качественно Вот С такой Ну Не с голливудским Размахом Но с насовским Размахом Сделали Такую Такую Шуточный Фейк Видеозапись На которой Слышаны Слышны Радиопереговоры Неких Астронавтов Заходящих На посадку На Луну Вот Они когда Заходят На посадку Так Медленно Спускаются В маленьком Поле Гравитации Луны Так Медленно Медленно Плывут Так С небольшим Медленным Снижением Высоты И проплывая Над поверхностью Луны Там Что-то Переговоры Ведут Вот Хороший Кратер Может быть Здесь Сядем Нет Летим Дальше Говорят Они по-английски И тут Под ними Проплывает Некое Веретенообразное Тело Выглядит Сразу скажу Потрясающе И я бы Здорово Купился бы На этот Это даже не фейк Это шутка Это шутка Сделанная Во время Во время Тренировок По посадке На Луну Дело в том Что Тогда Электронных Игрушек Позволяющих Не выходя Из дома На компьютере Тренироваться В полетах В посадках На планеты И в других Действиях Тогда таких Не было Тогда сооружали Макет Конечно Масштабный Макет Делали Лунную поверхность И Управляли Макет Неким Макетом Корабля Который Нужно было Физически Посадить Управляя Реальными Рычагами Эти рычаги Через веревочки Через Нити Были связаны С макетом И вы Управляли Небольшими Двигателями Электрическими Спуск на веревочках И Подъем С поверхности А под вами Под вашим Макетом Проплывал Макет Луны То есть На ваш Макет корабля Была установлена Видеокамера И Соответственно Проплывая Над макетом Луны Масштабным Конечно Над макетом Создавалась Такая Ну тогда бы Сказали Полная 3D Иллюзия Реального Полета Ну естественно Это было Не компьютерное Моделирование А физическое Моделирование Но тем не менее Так сказать Для того Чтобы обучить А как еще Обучить Посадки на Луну Другими методами Ну наверное Это был лучший Метод на тот момент То есть Иными словами Видеозапись Полученная В результате Таких Тренировочных Посадок Выглядела Более чем Убедительно И Конечно Такие скучные Тренировки Иногда Разбавляли Шутками Типа того Что вот сегодня Тренируется Экипаж Джонсона Какого-нибудь А ему Другой Экипаж Дублеров Подсовывает Кладет На поверхность Луны Какую-нибудь Ну Возражаясь Русским языком Хрень Там Самолетик Пластмассовый Вот представляете Летит Такой серьезный Астронавт Вспотевший От От усилий Потому что Сесть на Луну Не так уж и просто Это вам Извините Не сдавать На категорию Б Гаишнику Это гораздо Сложнее Потому что Припарковать Машину В гараж Самое страшное Это там Разбить машину А неправильно Припарковать Космический корабль На Луне Означает Погибнуть Поэтому Ответственность Там на порядок Больше Вот и представляете Вот спотевший От напряжения Какого-нибудь Джонсон Ведет корабль На посадку Наблюдает За своими действиями На экране Монитора И вдруг Блин А это что такое А в кадр Всплывает Самолетик Ну Выглядит Он на экране Как огромное Самолетище Вот такие Вот шуточки Так сказать Или скелет На Луне Да И такое тоже С днем рождения Джонсон Говорят ему Коллеги И гогочут Г-г-г Вот А потом Такие вот Шуточки С днем рождения Джонсон Преподносят Уже Как бы сказать Как реальные документальные кадры Так что Смотрите телевидение Вы еще не такое увидите Ну я думаю Что не надо Отвергать Всего Так огульно Во всяком случае Шутки Могут быть Шутками Где-то Это может быть Основано На чем-то Правдивом Где-то Это может Просто Развлечение Наша задача Отсеивать Все фейки То что сейчас Называется От того что Может реально Просочиться И вот тут Включается Уже Должно включаться Здравомыслие Дальше Максим Из горячего ключа Задает вопрос Первый вопрос Что Чернобров думает О теориях В кавычках Полной земли И плоской Полой Ну полой земли И плоской Луне светильники Расшифрую Что по одной из теорий Мы все живем В скорлупе Толщиной Несколько тысяч километров Внутри скорлупы Полость Радиусом 6 тысяч километров Люди живут На внутренней поверхности Скорлупы А в центре этого Ореха Небесная сфера Внутренняя ее Звездная сфера Соответственно Луна и Солнце Плоский Катается по поверхности Небесной сферы Спасибо В таких случаях говорят Спасибо за интересный вопрос Мне периодически Присылают его По всем видам связи Я с грустью Во-первых говорю Спасибо Что вы задаете мне Этот вопрос Мне это очень льстит Потому что Я-то думал Что на него Успешно ответили Лет 500 назад Благодаря путешествиям Магеллана Там и всех остальных Доказали Что Земля круглая Но оказалось Что Оказывается Не всем доказали Но С оптимизмом Говорю Хорошо Что Астрономия Возвращается В школы Наверное Таких вопросов Будет меньше Вот А еще Добавлю От себя Что я заметил Что Вот этот Единомоментный Вброс А это Вряд ли Случайная Шутка Такая Долго Живущая В интернете Качует по поводу Плоской земли И Полой И полой И плоской И плоской Да-да-да И причем Одновременно И плоской Луны Она была Вброшена В интернет Вот судя по Законам тому, как она фигурирует в интернете, эта тема намеренно раскручивается. То есть, когда, знаете, шутка выходит за рамки того, что может позволить себе, ну, просто веселый парень, знаете, много шуток ведь рождаются просто из хорошего настроения и там желания похохметь, но когда ты видишь, что это затянувшаяся даже не шутка, а такая явная провокация, цели, которые я с трудом понимаю, не ждите от меня готового объяснения кому и зачем это нужно, хотя, конечно, какие-то конспирологические версии на тему как нас оболванивают и как нас вообще пытаются вернуть в каменный век, конечно, невольно такие вот мысли рождаются. Но я себя ловлю на ловлю на этом и стараюсь не уходить далеко в конспирологии, но что называется вот такие такие шуточки, например, по поводу того, что уже пять лет на одну и ту же дату упорно в интернете распространяют одно и то же предупреждение. Эта дата не меняется, это всегда 26 августа, но меняется год. 26 августа 2016 года, 2015, 2014, 2012 нас предупреждали, что Марс подойдет к Земле так близко, что он будет виден в два раза больше, чем Луна. Наверняка вы читали это в интернете. Кто-то прочитал и перепостил со словами черт возьми, ё-моё, на это нельзя пропустить, обязательно выйду, посмотрю. Кто-то присылает мне, если вы еще них не знаете, вот обязательно посмотрите. Когда объясняешь долго и нудно, что это не так, что этого быть не может, удивляются и говорят, ну как же нас так развели? Зачем это делают регулярно и каждый раз на одну и ту же дату? Раскачивают, нас приучают к мысли, что что-то будет 26 августа? Я не знаю, вот подскажите мне, пожалуйста, цель, зачем и кому это надо? Но то, что эта, так сказать, шутка затянулась слишком долго и, следовательно, это уже не шутка, а какая-то вот такая конспирологическое действие, невольно такие, так сказать, выводы следуют из этого. Вот такие вот плоские шутки с плоской землей. С плоской, да, и полой землей. Знаешь, Вадим, здесь мне кажется все намного проще. Есть те, которые управляют чем-то, они имеют какие-то деньги, они преследуют какие-то цели, может быть, власти, увеличение своей, может быть, увеличение барыша. Есть те люди, которых они используют как инструмент для того, чтобы достигать этих целей. И очень часто, к сожалению, вот эти люди, которых они используют, они являются очень, к сожалению, недалекие с точки зрения умственного развития. Иногда хочется таких людей справку спросить из психушки, ну, дайте мне справку, покажите, что вы нормальный человек, потому что, ну, нормальный человек вряд ли может такие вещи думать и так далее. Вот, но они, к сожалению, очень активные, потому что у них, видимо, там внутри где-то комплекс сидит, неполноценности, и надо что-то постоянно кому-то что-то доказывать. И вот такие недалекие люди без справки, они очень активны и хватаются за любую бредовую, казалось бы, идею, и делают на этом себе статус, поднимают что-то. Они очень много начинают говорить, какие-то там теории высвечивают, порождают и так далее. То есть, надо разделить. Есть инициаторы этой мысли, которая может там конспирологически какую-то теорию преследовать, а есть исполнители. Вот, к сожалению, очень часто исполнители у нас, они вот к категории палата номер 6 относятся. А другие, вот третьи, которые просто хватаются, кто-то с точки зрения развлечений. Ух ты, как интересно, да? А вот то, что из года в год, я предполагаю, что это может быть просто с точки зрения того, что попадается, например, там что-то, дата не была указана именно вот в 2016 году, а просто вот такого-то числа, в такой-то месяц там Марс подойдет тому-то, и Земля слетит там с космической оси, там, да, как это у Булгакова было, вот в собачьем сердце истину говорю вам, да? Вот, и поэтому из года в год попадается кому-то на глаза эта дата там 20-е какое-то августа, и вот бабах там выстреливает опять. Да, и опять от снежной комнаты это брастает. Можно я немножко воспользуюсь положением, чтобы приобрести себе статус пророка, можно я предскажу, что 26 августа 2017 года наверняка снова этот фейк всплывет. Вот давайте вспомните в следующем году мои эти слова. Наверняка я окажусь прав. О, великий Вадим, я уже на коленях. Так, дальше продолжение от Максима из «Горячего ключа». Второй вопрос. Как-то можно эмпирически на собственном опыте убедиться в том, что Луна отстоит от Земли на 300 тысяч километров, или хотя бы в том, что спутники летают на высоте больше, чем пара сотен километров? Есть, можно предложить, конечно, есть тысячу разных вариантов, но я предложу два варианта. Первый, почитайте сказки, там описано прекрасно, что тридевятое государство, тридесятое царство. Под этим царством подразумевается Луна, которая находится за три девять земель, три девять, три десять земель. Значит, три девять земель, что это такое? Три умноженное на девять земель, то есть расстояние с Земли. Если вы знаете диаметр Земли, ну, я надеюсь, все образованные здесь люди знают, что это 12 тысяч километров, так, без округляя. Если вы диаметр Земли умножите на три и умножите на девять, то есть увеличите в 27 раз, то вы получите минимальное расстояние до Луны, а если вы три диаметра Луны умножите на десять, то есть возьмете 30 диаметров Луны, вы получите максимальное расстояние до Луны. Диаметр Земли умножаем или Луны? Да, диаметр Земли умножаем. Земли, да. Вот умножьте 12 тысяч на 30, на 27 и на 30, и вы получите, вот эта подсказка будет, вы получите минимально и максимально расстояние до Луны, вот оно изменяется в этих пределах как раз из-за эллиптической вытянутости лунной орбиты. Вот оказывается, древние это уже знали. В наших сказках зашифровано, когда рассказывают о путешествиях за 3-9 земель, речь идет о путешествиях на Луну. Это первый метод, так сказать, откуда вы можете узнать расстояние. А второй метод знали еще во времена средневековых астрономов. Они договаривались, они, астрономы, договаривались, что проведут одновременные измерения расстояния, угловые, замечу, конечно, линейные расстояния измерить рулеткой-то сложно, невозможно, точнее. Лазерных дальнемеров тогда не было, что можно сейчас сделать. Если у вас есть лазерный дальнемер, то вообще все просто нажали, и высвесиваются, так сказать, расстояние при условии, что вы попали лазерным дальнемером на уголковый отражатель. Я надеюсь, не забыли еще, о чем мы говорили в начале этой передачи. А в средние веки, когда ни уголковых отражателей, ни лазеров не было, договаривались два астронома, один остается в родном городе, другой садится на корабль, плывет на тысячи миль, высаживается на берег, и одновременно проводят угловые измерения Луны. И когда возвращаются снова, то сравнивают их и вычисляют, зная базу наблюдений, то есть расстояние между двумя астрономами и разницу в углах, которые возникали, неминуемо возникали во время этих измерений, без труда переводили углы в линейные расстояния. Ну, и если кто-то не забыл школьный курс геометрии, я думаю, меня понял. Именно на этом основании, то есть на этом методе, и основан современный метод, используемый нами в лунном патруле. То есть для лунного патруля требуется наличие двух и более астрономов-любителей, то есть членов лунного патруля. Если они сидят не в соседних комнатах, если между ними база наблюдения, измеряемая сотнями, лучше тысячами километров, то мы в состоянии вычислить по разнице угловых величин линейное расстояние до этого объекта. И, как следствие, сказать, что наблюдаемый объект был на расстоянии таком-то. У нас были случаи, когда мы доказывали, например, что расстояние до НЛО равняется 3 на 10 или 3 на 9 расстояний Земли, то есть иными словами рядом с Луной. А бывали случаи, когда это было низко, гораздо ближе, чем расстояние от Земли до Луны. То есть, например, вот однажды во время лунного патруля один наблюдатель был в Армавире, а второй в Тамбове. И они одновременно видели маневры какого-то НЛО. Мы быстрее, так сказать, это все пересчитали. Оказалось, что этот НЛО был на расстоянии 40 тысяч километров. То есть, это гораздо ближе. Это между Луной и Землей. Вот так для справки. Это не совсем лунный объект, но зато мы узнали его действительно благодаря наличию ориентира хорошего Луна. Если бы не было ориентира, мы это бы не узнали. Мы вычислили, на какой высоте этот объект летел. Это не менее интересно, конечно. Это НЛО, но не лунный НЛО. Вот такой метод. Он изобретен не нами, изобретен средневековыми астрономами с целью измерения расстояния до Луны. А нами этот метод сейчас используется с целью измерения расстояния до предполагаемых лунных аномалий. Надеюсь, я... Да, очень хорошо взвешенно объяснил. И еще я хочу пометить, что, смотрите, 3 на 9 очень часто применяется. 3,9 царство и так далее. То есть, 3 на 9 – это самая цифра, которая отражала какие-то закономерности у наших предков. Смотрите, это относится к нашей Земле. То есть, имеется в виду царство-государство, когда 27 царств прошел. Это отношение, такое же соотношение к ближайшему нашему спутнику, то есть, Луне, которая в древности, как здесь было написано, многие называют месяцем. Дальше. 3,9 земель – это отношение еще... Сколько, опять же, по каким-то писаниям древним говорится, что в нашей Солнечной системе 27 земель было известно до того, как некоторые земли были разрушены. И 3,9 земель – это тоже указание, куда могли перемещаться наши предки предки на своих летательных аппаратах в межзвездном пространстве. То есть, 3,9,27 – оно звучит очень часто как по отношению к каким-то земным, так к ближайшему спутнику, так и к путешествиям в нашей Солнечной системе, так и к путешествиям на дальние какие-то уже галактические и, может быть, даже вселенские. То есть, здесь, если разобраться, это какое-то очередное сечение вот этого волшебного 3,9,27, до которого цифры присутствуют, где тоже, может быть, не все так просто и неоднозначно. Итак, а что касаемо вот первого вопроса по поводу, что некое яйцо внутри такой типа сферы, по которой катается, ну, где нарисована черная сфера, где нарисованы звездочки, да, и катается Солнце, Земля. Скажите мне, пожалуйста, неужели вам не знакомо такое явление, как солнечное или лунное затмение? Если эти предметы Солнца и Луна катаются неотрывно по этой сфере, каким образом тогда одно из них может заходить за одно из них? То есть, как они могут друг друга перекрывать? Ну, вот, то есть, получается, одно вынуждено будет оторваться для того, чтобы перекрыть другое, чтобы образовалась тень на Земле. Вот, и много вещей здесь, когда начинаете задумываться, как-то возникает вопрос, а справка? Справка есть? Нет? Покажите справку. Так, суждения, не вещей, а суждения. Вот такого формата. С вашего позволения, два слова. Я немножко попытаюсь защитить людей, которые... Которые без справки? Да, которые без справки. Значит, я немножко, говорю, пытаюсь на их точку зрения встать. Откуда вот такая вот такая мода вдруг, внезапно появившаяся на теорию плоской или полой земли? Вполне может быть. Это я говорю в защиту этих людей. что в силу недостаточной образованности, а вот это спасибо тем, кто убрал астрономию из школы, то есть не совсем люди виноваты. Ну, конечно, они могли самостоятельно изучать, но не захотели. Они не имели начальных астрономических данных, но при этом имели некий жизненный опыт, из которого вот они вынесли, что все, что говорят в СМИ, есть неправда. Вот они слушают СМИ и поступают или считают ровно наоборот. Им говорят черное, они говорят нет. Правду нам никогда не говорят. Если говорят черное, значит белое. Если говорят, что земля круглая, нет, этого не может быть. А какая? Она, наверное, полая или плоская. Вот именно сочетание неверия, опыта такого негативного, что нас всегда обманывают. И вот этот жизненный опыт негативный в сочетании с необразованностью дают вот такой замечательный эффект. Лечится, мне кажется, это только в одном случае. Самообразование. Учитесь, учитесь и учитесь. Не буду говорить, кто это сказал, но сказал очень неглупый человек. И только тогда, так сказать, не будет вот таких вот, ну не знаю, как их назвать, всплесков средневековости. Тех вопросов, которые, как мы считали, уже давно решили, там, 500 лет назад за нас целое поколение ученых, оказывается, вновь приходится объяснять неожиданно так для меня, как будто бы произошел Армагеддон, и все библиотеки испепелены ядерным пожаром, и новое поколение вот этих выживающих на ядерном пепелище диких поколений новых, которые никогда не ходили в школы, приползает, приходит в шкурах ко мне дедушке, там, последним из помнящих докатастрофное образование, и спрашивают, скажи о старче, а правда луна плоская, а звезды прибиты золотыми гвоздиками к небесной тверди, или нет? Вот я чувствую себя таким вот посткатастрофным старцем, который помнит вот такие вот истины, о боже, до чего мы докатились. Вадим, столько не живут, столько не живут, это хорошо. Но вот, мне кажется, знаешь, что здесь вот эти все вбросы, это как раз может быть, если с точки зрения Загоров там рассматривать, это может быть какие-то тесты, а сравнялось ли наше русское население, коренных народов России и ближайших наших братьев с тем, что проходит уже давно оглупение в Европе или в Америке, где там все на тестах строится, где многие люди, не зная своего прошлого, ближайшего, не то что там 100-векового или десятилетия какого-то, вот совсем-совсем не знают прошлого, которые воспитаны там на сказках каких-то, диснеевских мультиках и там на чем-то еще. Вот они думают, что хлеб растет на каких-то там деревьях и так далее. Вот это, мне кажется, один из тестов, поэтому ничего здесь удивляться не надо. Проверили, нет, еще народ что-то помнит, надо дальше дурить. И вбрасывает новые там ток-шоу выходят, новые какие-то сериалы выходят. Через годик опять хоп, повторяем. Ого, побольше дурачков прибавилось. Так, значит, если побольше дурачков прибавилось, надо побольше тех, которые будут с собой их вести. Но люди, дорогие мои радиослушатели, дорогие мои друзья, вы должны понимать, что если вы идете за человеком, у которого нет справки, который очень красиво разговаривает, который с напором доносит свою какую-то точку зрения, причем абсолютно абсурдную, это говорит только о показателе вашего умственного состояния, вашего психического состояния. Потому что разумный человек никогда за сумасшедшим не пойдет. Сумасшедшие несколько для других целей здесь существуют. Поэтому если вы идете за сумасшедшим человеком, который бредит просто, бредит, то в этом случае вы тоже отчасти в большей или меньшей степени являетесь сумасшедшим. Остерегайтесь этого, пожалуйста. Остерегайтесь от дела. Занимайтесь самообразованием. Да, ну и последний вопрос тогда мы сейчас зачитаем. О-ля-ля, так себя назвала в нашем чате. Добрый вечер всем. Доброй ночи. Начало пропустило, к сожалению, но днем смотрела аналогичный ролик в Ютубе. Вопрос к Вадиму Александровичу. Музей космонавтики в Вашингтоне лунный камень с трудом можно рассмотреть через увеличительное стекло. Якобы остальные образцы лунного грунта роздан для исследования, по результатам которых был сделан вывод об аналогичности с земным грунтом, предположительно, из Марианской впадины. Это что, очередной американский фейк? Ну, к сожалению, я не был в Американском музее. Ну, конечно, слышал фотографии, видел лежащих лунных грунтов. Зато я видел и даже держал в руке лунный грунт, который принесла наша Луна-24. Ну, я надеюсь в том, что это не фейк, сомнений нет. Вот, к слову сказать, я не знаю насчет Марианской впадины. Там было всего несколько человек. Последним там был режиссер Кэмерон. Я могу полагаться, конечно, как и вы, на то, что нам сообщают о схожести этих двух грунтов, но, честно говоря, откровенно не знаю. Но я знаю, что ближе всего этот грунт похож на старый асфальт. Вот если вы старый, неремонтированный, такой крошащийся, превращенный уже испепеляющим солнцем в белую труху, асфальт видели, я думаю, что многие видели. Не у всех асфальт свежий. В России как раз увидеть лунный грунт не проблема в виде старого асфальта. К этому я клоню. Если вы видели, если вы случайно не были на дне Марианской впадины, то вы имеете возможность увидеть... Выезжайте в Нижнюю Сусловку, там как раз старый асфальт лежит. Примерно да. Только в Нижней Сусловке осталось. Больше нигде. Везде уже новый асфальт. Вот приезжайте туда, вы увидите старый асфальт, и в первом приближении вы получите представление о том, как выглядит лунный грунт. То есть я к чему? К тому, что он похож, но это не значит, что ученые настолько глупы, что вы подсунете им асфальт из Нижней Сусловки, и эти наивные добрые дяди поверят, что это лунный грунт. Потому что я говорил о внешних свойствах. А помимо этого, аутентичность проверяется изотопным составом, который, конечно же, в Нижней Сусловке, и, я догадываюсь, и в Марианской впадине, отличается от лунной. Более точно, конечно, об этом скажут специалисты, которые в этой теме сидят, таких специалистов наверняка можно перечитать по пальцам, я к их числу не отношусь. Но, что называется, можно поднять литературу, и там подробнейшим образом изотопный состав сравнивается, делаются выводы определенные, очень далеко идущие. Поверьте, так сказать, ученые не зря едят свой хлеб, и больше, так сказать, они работают на энтузиазме, приходя в восторг от того, что они прикасаются. Да, даже не то, что они не только прикасаются, но еще и изучают. Это вообще, так сказать, высшая степень научного экстаза. Если, так сказать, вы это делаете, вы поймете, к чему я клоню. Ну, хотя есть и другие люди, которые... Вот не весь лунный грунт роздан в лаборатории. У американцев, ну, это уже, конечно, я ссылаюсь на их источники, проверить которые не могу. По их словам, еще несколько, то ли десятков, то ли сотен килограмм этого грунта законсервировано, как бы ждет своего часа, а вдруг кому-то пригодится, очень важно будет, ну, вот на всякий случай, так сказать, они припасли, припасли, вот запас держат. Вот, но, тем не менее, я ревизии на их складах не проводил, однако знаю, что на аукционах, названия которых не буду произносить, чтобы не делать им рекламы, продается лунный грунт, в том числе, например, вправленный в золотую оправу. То есть, для таких вот уже испорченных, утонченных натур, наверное, иметь в золотой оправе алмаз какой-нибудь уже не кошерно, уже как бы не прикольно. А удивить там даму своего сердца... Лунным камнем? Лунным камнем, вставленным в золотую огранку, к слову сказать, это подороже алмаза для знающих людей. Вот здесь еще можно удивить. Поэтому, раз такие лунные камни появляются на аукционах, это говорит о том, что не все роздано для лабораторий. Ну, наверное, мы не про это сегодня должны были говорить, мы же не криминалистическое расследование проводим. Ну, в общем, да, мы единственное можем съездить в Нижнюю Сусловку, да, и там измерение сделать, сказать, что... Не надо мои слова понимать буквально, Сусловку набрать этого асфальта и продавать на аукционах. Ну, в общем, да. А почему бы не стать миллиардером, да? Ребята, если вы владеете... Если вы золотиться, пожалуйста, поделитесь хоть немножко. За идею, за идею, да? Мы деньги пустим на благие экспедиционные цели. Клянемся, что пустим на хорошие, там, благие дела, да. Ну, что ж, все вопросы мы, в общем-то, приняли из чата, все реплики основные тоже были зачитаны, пора нам подводить итог сегодняшней нашей встречи. Говори. Наверное, мы... Не наверное, абсолютно точно, я думаю, здесь трудно будет не согласиться. Говорили сегодня о самом, с одной стороны, о самом удивительном из того, что мы знаем, из того, что находится, казалось бы, на прямой видимости, то, что мы имеем возможность видеть, ну, едва ли не каждый день, едва ли. Ну, очень часто. То, что кажется доступным, то, что кажется своим, вот то, к чему привыкли мы все с младенчества, без чего мы не можем. Вот как без солнца, без света, без неба, без земли. Мы себя не видим, не представляем себя без луны. Оно наше до мозга костей. И этого у нас, наверное, слава богу, не отнять. Я надеюсь, люди, которые... Наши правнуки или проправнуки, которые будут жить и слушать в записи нашу передачу лет так через нацать, жить при этом где-нибудь с видом на луны Юпитера, глядя, так сказать, на какой-нибудь ганимет, они, может быть, не совсем поймут, что же здесь такого романтического, так сказать, мы находим в созерцании единственного естественного спутника, когда вокруг столько красивых и разных других спутников. Что же мы так прикипели вот к своей единственной неповторимой луне? Наверное, это будет в будущем понять сложнее, но сейчас мы все как-то вот понимаем, наверное, не все могут это, может быть, романтично так, в стихотворной форме изложить, как это делают великие поэты, которых вдохновляла луна. Но всех нас, луна и поэтов, и чернорабочих, всех одинаково луна восхищает, вдохновляет, удивляет и поражает. И особенно она поражает тех, кто вроде меня обращает на эту луну взор, уже, так сказать, старающийся выхватить среди романтических настроений, выхватить какую-то прагматическую идею и выцепить какую-то тайну, скрывающуюся за пыльной поверхностью этого небесного тела. Вот эти фразы я прозношу, глядя на глобус луны, который стоит рядом со мной, светящийся глобус, он мне, так сказать, греет душу буквально в переносном смысле и дает мне некоторые основания, подогревает мои основания считать, что со временем мы разберемся с большинством этих загадок, узнаем, может быть, раскроем все загадки, о которых мы говорили сегодня, но при этом я также уверен, что появится при этом огромное количество новых загадок. Вот за это, наверное, за эту вечную загадочность луну стоит любить, ценить, уважать и стремиться побыстрее на нее долететь и прикоснуться к этому, к этой великой, то ли белой, то ли черной двери, которая есть на луне. Может быть, это не совсем литературное, поэтическое такое вот аллегорическое, песенное сравнение, а вдруг она там есть. Вот давайте, так сказать, те, кто из наших радиослушателей когда-нибудь до этой белой, черной или иной двери лунной дойдет, пусть постучится осторожно и дооткроется ему эта дверь и будет нам всем счастье. Спасибо всем тем, кто не заснул у нас сегодня на нашем эфире и героически дожил до двух часов ночи. Еще раз напомню для наиболее продвинутых, не заснувших людей, что мы этот разговор буквально с этой мысли продолжим сегодня уже в городе, замечательном городе Гагарин, Смоленской области, в музее первого полета Гагарина. Вход свободный, бесплатный, жду вас сегодня в музее Гагарина, а послезавтра точно так же жду свободный вход в планетарии не менее замечательного города Смоленска. Ну и далее везде. Далее другие города и веси нашей Земли. Надеюсь, когда-нибудь с лекциями приедем и на Луну. Вот на этом за 7 сегодня прощаемся с вами, желаем хорошего настроения и я передаю слово нашему замечательному ведущему. Благодарю тебя за хорошее пожелание, за напоминание о том, что ты выступаешь не только на радио, но и на телевидении, и читаешь лекции в различных городах и весях. Пользуйтесь этим. Пока что нашей планеты. Да, пока что нашей планеты. Пользуйтесь этим, приходите, общайтесь, это дорогого стоит. Я с сегодняшней передачи выявил следующее, что разумный человек, разумное существо не может быть агрессивным. Вот о чем как раз писала Элла, то, что нас не пускают кое-куда, потому что мы туда еще не доросли. Убирайте агрессию в своей жизни, становитесь по-настоящему разумными, и вы поймете, что это намного выгоднее, намного лучше и так далее. Будет перед вами много чего открываться. Дальше для себя вынес следующее, что сейчас много появляется людей, которые очень активны, очень толкают речи красиво, и слова охотливые, говорят совершенно такие удивительные вещи, только иногда надо спрашивать справку. Вот это вот тоже я для себя понял. Спрашивайте почаще справку от врачей, диспансеров, не болен ли ты на голову, дорогой товарищ или дорогая подруга, говорящая что-либо. Это очень важно, потому что здравомыслия иногда не совсем хватает, а вот справка, она все-таки может быть являться документом, с печатью, где умные дяди и тети подтвердили, что да или нет. И вот из этого следует. Потому что если вы следите за идиотом, ну, тогда кем вас, в общем-то, назвать? Извините, что грубо, но проза жизни. Дальше. Иногда в поисках объяснений каких-то невероятных событий мы обращаемся куда угодно и к кому угодно, но порой отвергая что-то естественное, свое, родное, древнее. В общем-то, в чем и где уже есть все или, во всяком случае, многие ответы даже на самые удивительные и невероятные вопросы. Вот если вы будете смотреть на Луну, но при этом иногда будете смотреть под ноги и думать о том, что это все взаимосвязано, как говорили древние. Ищите ответы в песчинке на вопросы о всей нашей Солнечной системе и ищите в том, что видите наверху, ответы на то, что у вас находится под ногами. Вот эти все перипетии и взаимосвязи, они очень хорошо древними были обозначены. В этом есть определенное зерно мудрости, и поэтому стоит прислушиваться. Изучайте свою древность, изучайте историю, изучайте предания, сказания, какие-нибудь ведические писания. Где-то там что-то уже намешалось, где-то там что-то уже привнесено, но это не говорит о том, что из-за ошибки кого-то или из-за специально какого-то вброса необходимо отвергать все. Иначе вы можете выплеснуть из корыта вместе с грязной водой то, что является ценным, то, что для вас будет необходимым в этой жизни. Ну вот, как-то так я заканчиваю нашу сегодняшнюю встречу. Благодарю всех наших радиослушателей за то, что были с нами, держались до последнего. Благодарю Вадима в очередной раз за очень интересную беседу. Напоминаю, что сегодня начинали мы по одному из современных календарей 5 октября 2016 года, то есть в среду, а заканчиваем уже 6 октября 2016 года, то есть в четверг наш сегодняшний эфир по одному из современных календарей, как я уже сказал, по одному из старинных календарей. Это 15-й день месяца божественного начала 7525-го лета Осьмица. И эфир наш был посвящен теме «Загадки Луны. Домыслы и факты». Автор, соведущий Вадим Чернобров. Всем низкий поклон. С вами была Народная славянская радио. Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Но перед тем, как нажать кнопочку «Дальше пуск», я хочу сказать, что в конце концов вы услышите очень красивую песенку Анны Герман «Колыбельная». Вы ее заслужили, друзья мои. С вашего позволения я еще добавлю. Конечно, авторами этой передачи, безусловно, являюсь и я, ваш покорный слуга, и, конечно же, наш замечательный радиоведущий. Но мы точно должны упомянуть, что вдохновила, наверное, к этой передаче, есть, конечно же, сама Луна. За что ей лишний раз спасибо, мы должны сказать, за то, что она есть. Ну, а теперь с удовольствием послушаем. Анну Герман, да? Да. И послушаю чарующий голос Анны Герман, глядя на чарующее ночное небо. Уж не знаю, там, за окном у меня Луна или нет. Сейчас гляду, да? Я думаю, если она очень близко подкралась неожиданно. Ну, а я в свою очередь... Да, я в свою очередь хочу сказать, что не только надо сказать спасибо Луне, но и поблагодарить всех тех, кто позволил лицезреть нам на эту Луну. То есть, наших ближних родичей, которые нас породили, дали нам возможность жить на земле, дальних родичей, которые эту землю поливали потом и кровью для того, чтобы мы здесь жили, которые на нас смотрят и говорят, ребят, ну как вы до такой степени докатились, что вот нельзя так. Становитесь вы уже достойными наших всех трудов и тех, кто создавал весь этот мир. Потому что кто-то его все равно создавал. Ну, вот не может быть по-другому. Итак, заканчиваем, прощаемся. После отбивочки слушаем Анну Герман. Народное Славянское Радио. Все нужно, все важно.